Рок-концерты в наше время обычное дело. Чуть ли не каждый день. В больших и малых городах нашей страны популярные рок-группы играют в клубах и на стадионах. Основная публика на этих концертах – молодые люди от 16. Они уверены, что знают всё о своих кумирах и о музыке, которую те играют. Между тем, этой музыке уже больше 40 лет. Отцы сегодняшних фанатов «Короля и Шута» ставят своим чадом песни «Машины времени» и говорят «Послушай, балбес, вот это настоящая музыка». И те, и другие уверены, что та музыка, которую они любят и слушают, и есть настоящий русский рок. Начало русской рок-эпохи, её доисторический период приходится на 60-е. Для населения одной шестой части суши – это время радужных надежд на отдельную квартиру, хорошее образование для детей, относительное советское благополучие. Советский Союз – сверхдержава. Она победила во Второй мировой войне, покорила космос, построила социализм. СССР живёт по своим собственным законам, отделён от Запада прочным железным занавесом и поёт свои песни. «Кто открыл дорогу к звёздным россыпям, кто последним шагом стал матросовым». Существовала такая как бы монопольно-непреодолимая советская песня, такой жанр был. Построен он был на патриотических песнях, служа пафосом о любви, о родине, к женщине, не знаю, к чему ещё там, про что ещё было. И военные песни. «С самого утра, значит, наших, дорогих нашему сердцу советских людей, долбили по голове, значит, сейчас вспомню произведение. А, во, я даже текст... Вот представьте, насколько нужно было мне, молодому, сказать по-правому, сопливому, долбить в голову, чтобы я по сей день помню. Мы все в своих профессиях прорабы, и побрататься дружбой у прорабов нам порабы». Впрочем, при Хрущёве в Железном Занавесе появляются прорехи. В страну начинают приезжать первые за многие десятилетия иностранные туристы. Кое-кто из граждан СССР, пройдя тщательный отбор и проверку, путешествуют по Восточной Европе и даже по капиталистическому западу. В 1956 году в СССР гастролирует звезда французской эстрады Ив Монтан. На следующий год в Москве проходит Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Иностранные студенты танцуют невиданные доселе в СССР танцы. Наши тут же подхватывают. «Билл Хейли, рок-раунда-клок, вся школа танцевала. А как же? Пытались кидать девушек через бедро. У кого-то даже выходило. У меня был номер коронный, когда я танцую, что-то вроде твиста. Я так на ногах наклонялся и доставал головой до пола. Сейчас уже, наверное, ей до половины-то не нагнусь. А тогда это заводило даму». «До этого мы называли, естественно, трист. Чаби-чекер. Тестаген! И тут появился шейк. И, конечно, мы все шейковали. Эти песни пытаются петь друг другу во дворе, их вылавливают из радиоэфира, до дыр заслушивают пластинки на костях. Рентгеновские снимки, где хитрым способом были процарапаны звуковые дорожки. Я иногда задумываюсь над этим интересным фактом. Представляете, наверное, того человека уже нет в живых? Возможно. А его легкие или его тазобедренные суставы озвучены музыкой и крутятся на каком-то проигрывателе? «На этих пластинках была записана всего одна песня. Век их был непродолжителен. Мягкий материал, и после 30-40 прослушиваний она была буквально заслушана до дыр, и ее нужно было выбрасывать. Были спекулянты на черных рынках, которые ходили с коробками этих рентгеновских снимков под мышкой. Были смешные кодовые названия. «Рок-13», «Тюремный рок». Это был огромный толчок. Это было важно в информационном плане. Рубеж 50-х-60-х – время, когда во всем мире музыканты уже играли рок-н-ролл. В Москве и Ленинграде лишь предпринимаются робкие попытки протащить на эстраду «Твист и шейк». В Эстонии и Латвии на молодежную музыку и танцы смотрят снисходительно. Прибалтийские музыканты всегда были в первых рядах советской рок-музыки, но при этом всегда чуточку в стороне. Вот в этом здании Латвийской академии художеств выступали рок-н-ролльщики Пит Андерсон и группа «Ревенджерс», позже сменившие название на «Мелоди Мэкерс». Дело было в далеком 62-м году. Спустя два года в соседней Эстонии одновременно с московскими бит-группами образовывается ансамбль юниоры Томаса Кырвица. Наша идея создать группу возникла отчасти потому, что мы постоянно смотрели финское телевидение. И мы видели, как выступают финские группы. Я заканчивал работу в 5 и в 6 уже был в Рижском аэропорту. Через час я был в Таллине, ехал к своим таллинским друзьям. В 9 вечера начиналась получасовая музыкальная передача. Я смотрел ее, бежал на вокзал и утром следующего дня, к 9, был на работе. Я не только слышал их записи, я мог видеть их на сцене, слышать их интервью. Я был счастлив. 26 апреля 1963 года с выходом альбома «Битлз Плиз Плизми» волна битломании захлестнула британские острова. Америка сдалась в начале 64-го. Ливерпульская четверка, играющая рок-н-ролл, обозначила новую эпоху. Такой популярности не было ни у кого и никогда. И в первый раз не только на Западе, но и на Востоке. Уже в 1965 году пластинки «Битлз» появляются на советском черном рынке. Я учился в музыкальной школе при консерватории. И на одном из вечеров в школе остановился, забыл про девушку, с которой танцевал. Услышал музыку какую-то божественную. Я был потрясен, побежал в радиорубку. Еще раз, еще раз, еще раз просил прослушать. Мне сразу сказали, появилась новая группа «Битлз». Я был потрясен, что «Битлз» какая-то группа. Потом все было понятно, что это были «Битлз». «Битлз» называла «Битлз» жуками-ударниками. И у нас тоже повелось. Я помню, мои приятели называли. «Жуков-ударников, слышал, Коля? Законная группа!» Мы же не могли понять, почему, как это так происходит. А как это они так делают-то? Ну, такие же ребята, как мы, там, из мяса и кости, и другой всякой ерунды. Вот они вот вытворяют такие чудеса на гитаре. Роль «Битлз» для нашей музыки судьбоносна. В Советском Союзе сами собой рождаются собственные бит-группы. Слово «рок» тогда еще никто не употреблял. В отличие от западных, первые советские рокеры не оставили после себя архивов. До нас дошли только фотографии, редкие съемки на 8-мм кинопленку до воспоминания непосредственных участников событий. В основном группы появлялись в высших учебных заведениях, играли на студенческих вечеринках и танцах. Здесь в МГУ начинал Вячеслав Малежик и группа «Ребята». В Текстильном институте – группа «Пожилые зайцы», а в химико-технологическом – группа «Сокол». Мы жили на метро «Сокол». Ну, так сказать, строил «Сокол». И мы долго ломали голову, как всегда, кстати говоря, а то все проходят через это. Как назвать группу, там, самые фантастические какие-то названия. Наш приятель один просто сказал, «А почему вам «Сокол» называется?» Ну, так, как бы, рабочее название мы и взяли. А потом оно вот трудилось и стало, как обычно, обычным названием для групп. Еще одно глупое название, как у других, у всех там миллионов тысяч групп. А это Балтийский государственный технический университет в Санкт-Петербурге, бывший военно-механический институт. В 60-е годы здесь на студенческих вечерах часто играли бит-группы, а в 65-м году появились на свет ленинградские аргонавты. Впервые мы вышли с программой «О-ля-ля!» сказали аргонавты. Значит, я взял на прокат гусарские костюмы, такие с погонами, там, эти панталоны обтягивающие, там, мы шили целую неделю эти, там, ушивали эти костюмы. Вот. И я помню, как мне было приятно, в метро я иду, и спрашивали меня лишний билетик на этот концерт в Веймехе. Большой зал был заполнен до отказа. Веймех закрытый институт. Те, кто учился здесь, проходили на такие вечера легко. Остальным приходилось идти на различные ухищрения, брать гитару у музыкантов или пропускал местных. Это розовый зал Веймеха. Здесь находились правком, портком, комитет комсомола института, а вечером в этом зале проходили танцы. В середине 60-х годов выступление группы «Аргонавты» в этом зале Веймеха значило для ленинградской молодежи приблизительно то же самое, что и концерты «Битлз» в ливерпульском клубе «Каверн» пятью годами раньше. Плотность людей была такова, что, ну, просто даже не представить себя. Вот сейчас даже не знаю, где это было. А, это может быть в первых рядах, вот у «Алис», у «ДДТ», когда у «Барьера» вот люди стоят так плотно. Вот то же самое было в Веймехе, и еще умудрялись танцевать. А это что, значит, просто на месте стояли, так вот дрожали, значит, прыгали. И пол ходил худуном, такая парусность была у пола. Думали, что она обвалится. Музыкальный бум власти поначалу приняли как новое творческое и техническое увлечение передовой молодежи. Отечественные «Леннон» и «Джаггеры» учились в институтах. Наши, советские ребята, комсомольцы, дети заслуженных родителей. Группа «Сокол» совершенно замечательная команда. То есть, Юрий Ермаков, он сын начальника ПВО страны. Игорь Кончарук, он сын главного редактора журнала «Коммунист». Основного такого идеологического журнала у нас в стране. Вот. А клавишник Слава Черныш, естественно, тем, что женился на дочери председателя комитета госбезопасности Семичастного. Название придумывается одно романтичнее другого. Атланты, лесные братья, оловянные солдатики, фламинго. Не играть, не петь толком никто не умеет. Слова и мелодии западных хитов воспроизводятся на слух. Это называется «петь из-под волос». Неважно, никто не знал, все балдели. Тут самое главное, схватить гитару, неважно, что играть. Самое главное, чтобы это было громко, и чтобы это было быстро, и чтобы это было как будто бы ритмично. Не барабанов ничего же не было. Колотили по кастрюлям, по стульям, почему угодно. Лишь бы такой шумовой эффект музыки создавать. Не «Close your eyes and I'll kiss you», а «Close your eye» какой-то, непонятно какой. Что это такое за «Close your eye»? Но как достать западную музыкальную новинку? Ведь в СССР торговали только пластинками фирмы «Мелодия». Здесь у каждого меломана есть свои варианты. Например, ленинградские органавты наладили контакт со стюардессой международных авиарейсов. А в свою очередь у нее был знакомый моряк, англичанин, который ходил на грузовом каком-то судне сюда и появлялся, скажем так, с регулярностью раз в две, в три недели. В Питере на один, на два дня. И нам удавалось заказывать ноты вот всех хитов, которые появлялись в парадах английских и американских. И он нам привозил клавиры. И поэтому мы могли делать самые свежие вот эти вот песни, которые исполняли все хитовые эти группы. Перед первыми героями рок-н-ролла сразу стали две острейшие проблемы. Аппаратура и музыкальный инструмент. Вот это вот гитара Гибсон. В то время в нашей стране о таком инструменте знали единицы, а владеть им было чем-то из области фантастики. Ходят легенды, что первый Гибсон, появившийся в Москве в начале 60-х, владелец за три рубля разрешал только посмотреть и потрогать. Раз музыкальных инструментов нет, надо как-то выкручиваться. Вот, например, бас-гитара. Гриф, дека, ничего сложного. Все можно сделать самому из любой подходящей деревяшки. Но где взять струны? Голь на выдумке хитра. Струны можно достать из рояля. Струны у рояля жесткие. И для того, чтобы играть на таком басу, пальцы приходилось обматывать изолентой. У меня был диск, и там какая-то группа держала гитары, и я скопировал калькой форму, и мы вырезали это дело из ДСП школьных каких-то столов. А поскольку гитара стояла на коленке, то она, глядя на нее, имела такой снижевый вырез. Только я потом понял, что это просто, так сказать, она углубилась в пространство ноги. У меня все гитары были вырезаны внизу, потому что я ее так увидел. Шведский бас, ну это, такая штучка-то смешная. Значит, берется любая какая-нибудь там бочка. К бочке приделывается палка. Она должна вот так вот ходить довольно-таки легко. Значит, к палке сюда наматывается веревка. Вторая часть веревки наматывается, зацепляется каким-нибудь макаром за бочку. В основном делается дырка, вставляется, завязывается. Натягивается, ну, естественно, появляется звук, потому что вот это вот, вот объем вот этой бочки начинает издавать такие вот звуки, очень похожие на бас. И в зависимости от того, если палку это так оттянуть, то тон, естественно, повышается, отпустить, значит, понижается. Когда инструменты были сделаны, появилась следующая проблема. Где репетировать и выступать? Репетиционными точками стали школьные и студенческие актовые залы, сцены ближайших клубов и ДК. Площадки для концертов выбирать не приходилось. Танцы в родном институте, комсомольские слеты и профсоюзные мероприятия. Вот НИИ, КБ, всякие институты, научные, исследовательские и такие прочие, проводили так называемые умственные журналы. То есть, за счет средств профсоюза приглашали, ну, различных музыкантов, артистов. На одном из концертов таких вот, первое деление было, первое деление Владимир Высоцкий, значит, играло, второе деление вот мы, например, вот такого роли. Каждый завод имел клуб, каждый институт имел клуб. Везде были комсомольцы активные, которые хотели то, что запрещают, как раз пригласить себе. То есть, этот пиар работал как раз на музыкантов. В Сарафанное радио все знали, что здесь играют, допустим, лесные братья, здесь менее известная Рира, здесь аргонавты, здесь кто-то. Надо было ли кого-то знать, чтобы привели? Или как-то проскользнуть? То есть, не пускали. Везде свои какие-то дружинники. Или, ну, это уже классика, пролезть через какую-то там сложную систему, через чердак и так далее. То есть, был определенный спор. Формально музыканты могли выступать публично, только имея диплом о музыкальном образовании, утвержденную программу в рамках официальной концертной организации. И мода на парней с гитарами, а значит и сборы с концертов, заставляли эти организации подсуетиться. Так появились ВИА, вокально-инструментальные ансамбли. В отличие от бит-групп, ВИА пели песни советских композиторов. Правильные, идеологически выдержанные и на родном языке. ВИА все начинали свою деятельность с того, и это было непреложным законом, что они играют музыку и песни советских композиторов. Но поскольку современная форма привлекает людей, значит, давайте им всем навесим гитары, оденем, причешем, и они будут петь советскую музыку, известную музыку, хорошую музыку. Требовалось отдавать долг и партии, которые мы, кстати, так и не отдали. Там у нас не звучало песнях слово «партия», там «коммунизм» не звучал. Ну, такие песни, так сказать, военных лет, такие песни, какие-то комсомольские, нам приходилось петь, потому что, ну, мы их переделывали, так сказать, под свой жанр, под гитарой, так сказать, с таким более пульсирующим ритмом как-то. Мне приснилось, я тону в реке, я тону в реке. Самодеятельные бит-группы не сдавались. Музыканты даже пытались сочинять на русском. В Москве соколы из Комарохи, в Ленинграде кочевники. Но такие попытки считались изменой идей. Петь по-русски – позорная ересь. Настоящая бит-группа должна быть точь-в-точь как битлы, роллинги или битчбойс. Как это? Петь фирменные песни на русском? Ну, это вообще кондово как-то, на мой взгляд. Тогда это воспринималось просто топорно. А о каком-то творчестве, о написании своих песен речи не шло, потому что, что может быть лучше западного-то в действительности? Да не так важно было в тот момент вообще понимать уже дословно все, что мы поем. Потому что весь драйв вообще и весь кайф, он был не связан с тем, что «ах, вот там какие умные слова». Просто был кайф от любой музыки. Мы играли то, что нам нравится, то, что мы хотели, то, что нравится нашей публике. Потому что на официальной сцене, советской сцене, нельзя было исполнять. Невозможно было исполнять какую-то англоязычную музыку. Английские группы, песни английской группы или американские группы – это было просто запрещено. Это было просто… мы были вне закона. Продвинутая публика предпочитала ВИА англоязычную самодеятельность. Но об официальных концертах бит-групп не могло быть и речи. Тогда придумали организовывать встречи с друзьями. Отсюда и пошло слово «сейшен», взятое из западного лексикона. За организацию «сейшена» взялись люди с коммерческой жилкой, и с фарцовщиков, и комсомольских активистов. На этих встречах стали зарабатывать деньги. Естественно, незаконно. В Москве самым известным был Юрий Айзеншпис, работавший с «Соколами». Здание у меня за спиной – это московский ДК «Каучук». Сейчас он на реставрации, а в середине 60-х здесь проводились первые сейшены. Юрий Айзеншпис договаривался с дирекцией ДК о том, что у них состоится вечер отдыха, на котором будет играть оркестр. Билетом служила обычная почтовая открытка, на которой было написано «Дорогой друг, приглашаем тебя на вечер встречи с вокально-инструментальным ансамблем «Сокол». Такой билет стоил 3 рубля. Ну, у Юры были достижения феноменальные. Он снимал кафе «Лира», продавал по 10 рублей билеты, ставил на стол шампанского и там какие-то фрукты. В общем, сидел и в зале там человек 200. Билет стоил 10 рублей. Юра получал 2000. Рублей 50 давал группе «Сокол» или 60. Рублей 300-400 уходил на еду. Тысячи чем-то зарабатывал. Мой папа в то время получил 140 в месяц. В Ленинграде коммерцией занялся некий комсомольский деятель Сергей Артемьев. Заручившись поддержкой всесоюзного бетломана Коли Васина, он затеял музыкальное МММ – подпольную поп-федерацию. Очень крутой чувачок. Очень шустрый, деловой, умный и пробивной. И вот этот чувачок предложил мне устроить подпольный рок-клуб в городе. Мы устраивали концерты, ночные концерты даже, помню. Мы работали на идею, на эту поп-федерацию. Мы незаконно собирали по 3 рубля с этих живающих наших товарищей. Все это каким-то комом, не знаю, насколько большим, но более-менее реальным. Передавали Артемьеву или Васину. Вот на нашу идею, что у нас будет аппаратура какая-то общая, что мы куда-то там создадим свое. Ну, мы были обмануты. Артемьев и Васин ходили в шашлычные или чихакбили и пели «Макузани». Сами пионеры рок-н-ролла были бескорыстны. Им хотелось только одного – играть любимую музыку. Тем более, что до поры до времени обходилось без инцидентов. Милиция иногда обращала внимание на странные мероприятия. До них доходили слухи о денежной возне вокруг концерта. Но так или иначе, все заканчивалось счастливо. Группа «Сокол», как они сами рассказывали, устраивали концерты в каких-то кафе, где часть столиков занимали их друзья, там часть столиков занимали фарцовщики, там часть столиков занимали студенты, а часть столиков – молодые лейтенанты КГБ, которые ходили просто на группу «Сокол», чтобы послушать любимую музыку. Но в то же время получалось так, что они их реально охраняли. Мне рассказывали, что однажды где-то в Измайлова, вот уже в конце 60-х, приехал там целый отряд милиции, чтобы этот концерт свинтить. Так вот, эти молодые лейтенанты КГБ, по-моему, даже вызов подмогу, таких же ребят, как и они, встали на защиту любимой их группы. То есть была драка в этом самом парке Измайлова, и они такие отбили «Сокол». То есть они не позволили милиции закрыть этот самый концерт. Но времена менялись. На дворе уже стоял 1968 год. На Западе – время молодежных бунтов. В Париже молодежная демонстрация перерастает в настоящую революцию. Студенты выходят на баррикады. В Чехословакии – пражская весна. Попытка построить социализм с человеческим лицом. Закончилась она советскими танками. Усмирив несогласных в ближнем зарубежье, КПСС и КГБ обращают внимание внутрь страны и начинают пристально приглядываться к непонятным парням с гитарами. Для полномасштабных преследований просто не подворачивалось случая. Но, конечно же, до поры до времени. 25 декабря 1969 года Фламинго вместе с другими группами выступали на вечере физико-механического факультета политеха. Концерт долго не начинался, и распалённая ожиданием и неумелыми действиями народной дружины толпа устроила массовую истерику. Те, кто не имел проходок, лезли через окна и крыши, сметая дружинников. На возглас кого-то из комсомольских работников «Почему поёте по-английски?» Кто-то из музыкантов в микрофон сказал, английский был выучен только за то, что на нём разговаривал Леннон. У меня такие волосы безумно длинные, такие в поптенках, в белых флаксах. Я носился с микрофоном, и мы делали такую музыку, при которой там мы заметили, что в середине зала идёт что-то, как это движение какое-то, шевушнее какое-то. Потом что-то начали размахивать какими-то вещами. Оказалось, это уже была верхняя часть нижнего белья, уже, так сказать, у девочек. И, в общем, одним словом, это печально закончилось для всех. Там были вырваны с корнем несколько рядов, и там уже просто танцевали. Буквально на следующий день мы узнали о том, что там, где мы базировались, сняли директора дворца культуры моряков с работы, объявили партийные выговоры. Мой декан, в частности, военно-механического института, получил выговор по партийной линии. А дальше и следствие, и я вот был исключён из комсомола. Формировка была, как сейчас помню, за участие в нелегальном вокально-инструментальном ансамбле, за потери комсомольской бдительности и принципиальности. Группу «Фламинго» заклемил главный орган Ленинградского обкома партии газета «Ленинградская правда». Пошлая, вульгарная программа. Группу тут же запретили. Рок-вольница закончилась. Музыкантам припомнили всё. И английский язык, и вызывающий внешний вид, и участие в незаконных концертах. В Москве был арестован и осуждён Юрий Айзеншпис, в Ленинграде Сергей Артемьев и разогнана Поп-федерация. Сижу я как-то дома, пью чаёк, днём раздаётся телефонный звонок. Звонит какая-то тётка и говорит, «Коля, спасайся, к тебе едут». Когда Коля Васин узнал об арестах, он первым делом побежал в лес закапывать пластинку Джона Леннона. Для того, чтобы понять ценность этого винила, нужно знать предысторию. Дело в том, что тремя годами ранее Коля отправил телеграмму из Ленинграда в Лондон Джону Леннону с поздравлениями в день рождения. И телеграмма дошла. А Джон в ответ отослал виниловую пластинку Life Peace in Toronto Коле Васину с автографом. И что самая невероятная, винил нашёл своего адресата. Вот эту пластинку прислал мне Джон. И вот его автограф. Вся эта идеологически сомнительная возня с электрогитарами стала докучать власти. Больше никакой шизгары и хоп-хей-хоп. Только проверенные песни от союза композиторов. Студенты доучивались в вузах и начинали работать. Тем, кто хотел остаться на плаву, пришлось податься в ВИА. Они записывали пластинки, звучали по радио, снимались в главной музыкальной программе тех лет, песня года. Рок заканчивался, не успев начаться. Был один парень, и он, как я, любил и Битлз, и Роллингстон. Об этих песнях только мечтал, когда Вьетнам в огне был. Никакой разницы почти не было. Кроме только одной. В профессиональных коллективах ограничивался репертуар. А играли там такие же рок-н-рольные музыканты. То есть называлось это «Пойти в рабство к Слободкину». Или в рабство к Игорю Гранову. Это голубые гитары. Музыканты сидели без денег, а там платили как-то 700-800 рублей. Можно было получить это оклад, извините, министра. Играть было негде. Поэтому шли в ВИА или работали в ресторанах. Но ВИА все-таки лучше. ВИА, во-первых, уровень. Потом поездки по Союзу. Многие ВИА даже выезжали ну тогда за границу. Ну тогда в соцлагерь это считалось за границей. Там Польша какая-нибудь. ГТР это считалось вообще где-то там. На другой планете. Между тем, мировая рок-музыка на рубеже десятилетий переживает настоящий бум. В августе 1969 года в Америке проходит Вудсток. Рок-фестиваль с полумиллионом зрителей. Ставший символом свободы и эпохи хиппи. В Англии Тим Райс и Эндрю Ллойд Уэбер создают рок-оперу Иисус Христос Суперзвезда. А группа The Who Томми. В 1973 году Пинг Флойд выдает альбом Dark Side of the Moon. Рок все больше становится не просто развлекательной музыкой. Это идеология. Рок-герои формируют сознание миллионов молодых людей. Там сразу случился обвал. Просто шквал. И Джимми Хендрикс, и Крим, и Сантана, и Элтон Джон, и Нуля Дзепплин, и Ди Пеппл. И ну просто каждый день нес какие-то открытия. Все это хотелось снимать, и мы на этом учились. Тут же все это на медленной скорости прослушалось. Были попытки как-то это сыграть. В тот момент все группы были для молодежи интересны, потому что, в общем-то, рок-музыка заводила своим своим фактом звучания фузовым гитарами, барабанами, басом. И уже там не так важно было свое, не свое. Главное, чтобы напор был и драйв. В начале 70-х проспект Горького из неформального Бродвея превращается в стрит. По стриту гуляет пипл в клишах. От Манежной площади до памятника Пушкина самый променад. Еще тусовались на проспекте Макса около университета. Местечко называлось Хипподром. И в трубе, в переходе от музея революции к улице Горького. В двух шагах от Кремля. В Ленинграде хипаны собираются на ступенях Михайловского замка и у Казанского собора. Пьют кофе в Сайгоне на Невском. Длинные до плеч волосы, обязательные джинсы-клеш. Измеряли там клешек. Я помню, у нас официально же не шили. Опять-таки, какой-то мастер за углом там, дядя Вася, который шьет как бы клеша. К нему пим-пим. Ну вот. И я там, он говорит, сколько клешек делаем? Я говорю, там я видел 21 сантиметра, а мне бы хотелось 23. Ну вот. И такой вот клешняк. Идешь, подметаешь такой. Очень хороший фильм есть. Ну погоди. Вот там вот он идет как раз вот в этих клешах. Я, например, иногда ходил босиком, что вызывало вообще какой-то кошмар у людей на улице. Не понимаю, в чем, в общем-то, был ужас. Ну босиком идет человек, и все, ладно. Какое-нибудь пальтишко уникальное, галстучек на голую шею. На нем еще можно было написать пламатером «Мой галстук», например, чтобы было всем ясно, что это мой галстук. Конечно же, рок-музыканты являются самыми идейными хиппи. Все от модной одежды до новых пластинок становится общим достоянием. Естественная история про Александра Градского, как он однажды шел по Калининскому проспекту, одетый в генеральский мундир отца Маргариты Пушкиной, поэтессы, а ее папа был генералом авиации. И мундир был синий, с золотыми позументами. В нем Градский выступал на концертах. И вот шел он в этом мундире, рассекая Калининский проспект, и видит, как навстречу ему идут два человека по обличию явно иностранца. И в руке у одного из них пластинка группы «Летзеплель». Градский остановился и спросил, значит, остановил этих самых иностранцев, видим на ломаном английском языке, спросил, а можно ли купить эту пластинку. Тут нет, она не продается. Но англичанин спросил, а вот этот вот мундир, ченч? Градский тут же скинул себе, так сказать, мундир, отдал его англичанину, пустил взамен «Летзеплель» на 4, и с ним под мышкой побежал вот уже по московским флотам, показывая, ну, какую добычу он вот нашел на Калининском проспекте. У кого-то что-то появлялось, тут же на стриту это становилось известным, тут же собиралась шобла, поскольку я к этому моменту уже жил без родителей, естественно, рано или поздно вся шобла приходила ко мне. Приносили портвейн, значит, косяки, и ставили эту пластинку, и я воле-не-воле оказывался в центре новой музыки. В это время важной составляющей жизни меломана становится магнитофон. Первые магнитофоны, бобинники, как их стали называть, появились еще в конце 50-х и были дорогим удовольствием. Хороший магнитофон в 60-е годы стоил около 300 рублей. Приличные деньги. Настоящим народным был вот этот аппарат Днепр-9. Он уже был двухдорожечный и имел неплохую акустическую систему в деревянном корпусе. Частотные характеристики и мощность этой машины уступали более дорогим магнитофонам, но подкупала цена 120 рублей. К началу 70-х магнитофон в доме уже не мечта, а реальность. И фирменные пластинки, которые берегли, как реликвию, начинают повально переписывать друг у друга. Как только мама с папой приобрели магнитофон Днепр, Днепро, это было в 66-м году, сразу в доме появилась до этого момента мной не слышанная музыка. То есть я воспитывался на патриотических песнях типа «Три танкиста, три веселых друга», «Прощерса». Этот репертуар я ведь знал, очень любил петь. На всех детсадовских утренниках я выступал с этими песнями. А в 66-м году мама купила магнитофон и, соответственно, в доме появился Тон Джунс, Хэмперзинг и ансамбль под названием «Битлз». Вот с этого момента я приобщился к культуре. Был магнитофон «Филлипс», очень похожий вот в фильме «17 мгновений весны». Такой маленький, вертикальный, с двумя вот такими вот катушечками. Он был очень выносливый, но там, естественно, был вот такой динамик и там совсем не было низких частот. Поэтому я, например, первые годы совершенно не понимал функцию бас-гитары, так как она там в звуковой палитре отсутствовала начисто. И потом, когда я вдруг пришел в гости к одной девочке, у которой папа был работник МИДа, и услышал колонки «Соник», где стала слышна и бочка, и бас, меня просто со стула сшибло, потому что половину музыки, оказывается, я не слышал. За рок-н-ролльными первопроходцами, ушедшими в конструкторские бюро, рестораны или на советскую эстраду приходят новые дерзкие. Волна 70-х, обреченная на 15 лет подполье, но не сдавшаяся. В Ленинграде тон задают «Санкт-Петербург» и «Мифы», собирается аквариум. В Москве набирают обороты машина времени, всенародную известность получает группа «Цветы» Стаса Намина. После победы на студенческом конкурсе им разрешили записать пластинку. Мы играли Джимми Хенрикс и Лид Зеппелин сами, и как бы свои вещи играли жестко. Но ничего подобного было невозможно. Это, конечно, был компромисс. Вот, для нашего вкуса, для того, что я любил и Юра Фокина. Мы в основном как бы такие были оголтелые рок-н-ролльщики. А в результате это получилась все равно революция. Все равно это был как бы первый прорыв, первая, как бы, альтернатива советской песне. Не имея возможности услышать западных кумиров вживую, меломаны ходят на концерты групп из братских стран. А рокеры даже пытаются с ними джимовать, играть вместе на полуподпольных концертах. Тогда выступали мы в Советском Союзе не как червоные гитары, но как вокальные инструментальные ансамбли с Польши. Это был 1966-67 год. Тогда говорили, что красным может быть знамя, красным может быть кровь, а вот гитары красными быть не могут. Поэтому и назвали нас вокальный инструментальный ансамбль с Польши. когда мы выступали с концертами в Петербурге, тогда еще Ленинграде, как представители Польши от Министерства культуры, мы познакомились со многими местными музыкантами, которые приходили к нам на концерты. Они были непрофессионалы, где-нибудь работали или учились. В свою очередь они приглашали нас на такие джемсейшины, неофициальные, где-то в кафе. Конечно, все это делалось по-тихому, тайно, под эгидой того, что здесь встречается социалистическая молодежь. Пробовали мы наши песни переводить на русский язык, но русские слушатели предпочитали оригинальную версию. Ну и приходилось нам петь по-польски. Не было иного выхода. Я понял, что можно по-русски это можно петь, потому что польский язык все-таки похож. Еднега сердца так мало, так мало, вот уже почти понятно. Я думаю, что неосознанно как бы это впитывал и вот уже по-русски стал дальше и сам сочинение. Вновь пришедшие уже хотят не просто перепевать англоязычных кумиров. Их задача петь русскому слушателю по-русски. Вопрос, можно ли петь рок-н-ролл на русском становится очень актуальным. Долгое время это считалось уделом советской эстрады и бородатых мужчин с гитарой у костра. Но теперь вслед за Высоцким Акуджавой и Галичем вольные песни начинают петь и парни с электрогитарами. Писать-то по-русски мы начали с самого начала. А расслышал это народ наверное году к 73-му когда мы купили наконец поличный микрофон. Потому что до этого это звучало так что по-английски по-русски или по-китайски мы пели было совершенно непонятно. Вот это потрясение зрителей я помню когда вдруг они все обалдели они услышали что там русские слова. А мы даже не подозревали что им это настолько неизвестно. мы делали 40 минут приблизительно можно больше на русском языке а 40-50 минут второе отделение было традиционно английских хитов приамериканских хитов. Так вот толпа на танцах с течением времени переставала танцевать на первом отделении то есть на русских песнях они не танцевали. Они вставали в такой кружок вокруг группы и но в середине 70-х терпеть рок-музыку с русскими текстами власти не собираются. На музыкантов даже москвичей со связями находят быстрые и действенные методы. Это улица Большая Никитская в Москве бывшая улица Герцена. Движение по ней достаточно плотное в 70-е годы такого не было но все-таки это центр Москвы. Эта улица была полностью перекрыта поклонниками группы Цветы которая давала концерт чуть дальше в клубе МГУ. После этого скандального события группа попала в черные списки Министерства культуры СССР. У нас были длинные волосы там разные и вообще мы там на концерте-то мы пели не только песни которые записали на пластинках а мы пели как бы не залитовая не показывая что мы поем но народ-то приходил и как бы балдел. В результате они решили запретили группу и автоматически назвали. То что нас преследовали это было ну если так можно выразиться это было правильно потому что мы подрывали устой мы разрушали привычные стереотипы и в общем мы изменяли то что было здесь. Это место в центре Старого Таллина называется Горка. Там наверху беседка и именно сюда съезжались молодые неформалы со всего Советского Союза. В 70-е годы здесь можно было обменяться пластинками и просто приятно провести время. В те годы в более либеральные Балтийские республики съезжались хиппи со всей страны и рок-музыканты в первых рядах. Музыканты аквариума и машины времени любили на выходные автостопом доехать до Таллина попеть песни попить портвейна и вечером таким же образом вернуться домой. Во всех трех прибалтийских республиках проходят рок-фестивали замаскированные под праздники молодежной народной песни. Литуаника в Вильнюсе фестивали в Таллине в Вильянде и Тарту. Уже в 68-м году в одном из кинотеатров таллинских назывался он «Космос». Был рок-фестиваль. Выступало там если я не ошибаюсь семь известных местных ансамблей. В том числе были гости из Ленинграда и Риги. Это была такая иллюзия за границей. Это было очень похоже на за границу. И выглядело все иначе. И действительно там было посвободнее в смысле милицейского поведения, в смысле одежды, в смысле музыки. Поэтому неудивительно что и фестивали первые были там. Музыкантам эти поездки приносили и чисто практические результаты. В 1975 мифы после выступления на днях молодежной музыки в Таллине снимают на местном телевидении клип на песню «Мэдисон стрит». На Таллинском фестивале песни молодежи 76 машина времени занимает первое место и знакомится с молодой никому пока не известной ленинградской группой «Аквариум». Они, по-моему, туда чуть не пешком пришли или на автостопе. Это был очаровательный полуакустический состав с Дюшей, с Гакелем и мы как-то подружились сразу. Мы в первый раз увидели группу «Машина времени» на сцене и были чрезвычайно ею очарованы. И на следующий день произошла обратная картина. Группа «Машина времени» впервые услышала группу «Аквариум». Они делали что-то свое, что часто является двигателем. чего-то нового. И они были с моей точки зрения аналогов как не имели, так и не имеют до сих пор. Любой верхов это антопортрет, ведь ты это я. Эта встреча новая точка отсчета истории русской рок-музыки. Следующие пять лет «Машина времени» и «Аквариум» главные герои отечественного рока. К концу семидесятых коммунистические лозунги уже никого не вдохновляют. Жизнь казенная, официальная становится все скучнее. Советской власти очередям в магазинах железному занавесу кажется не будет конца. И рок-музыка перестает быть просто хобби. Для продвинутых двадцатилетних она становится чем-то вроде религии, а ее поклонники образуют многочисленную тайную секту. Посвященные определяют друг друга по конкретным приметам. В семидесятые это джинсовые рубашки, клеши, длинные волосы, так называемый хайр. В начале восьмидесятых так или почти так оденутся сотни тысяч, а избранные снова сменят дресс-код. Но это уже другая история. Каждый правый имеет право на то, что слева и то, что справа. На черное поле, на белое поле, на больную волю и на неволю. В этом мире случайностей нет. Каждый шаг оставляет след И чуда нет, и крайне редкие совпадения. И не изменится времени ход, но часто падением становится взлет. И видел я, как становится взлетом падение. В этом мире случайностей нет. Каждый шаг оставляет след. Конец семидесятых. Время как будто остановилось. Страной правят семидесятилетние старцы во главе с Леонидом Брежневым. Граница на замке. Кто не согласен, на зоне или в психушке. Я пришел на этот концерт не за тем, чтобы здесь скучать. На празднике по телеку Лещенко и Толкунова. В дефиците Роман и Валентина Пикуля. Их можно купить, сдав 20 килограмм макулатуры. И на этом фоне все заметнее странные группы молодых людей-неформалов, основную массу которых составляют как раз приверженцы рок-музыки. Жизнь рок-подполья течет как бы параллельно жизни страны. Во второй половине 70-х рок-музыканты намного лучше знали, что происходит с музыкой в Британии или США, чем в соседних Ленинграде и Москве. Благодаря поездкам в Таллинн рокеры знакомятся с собратьями из других городов. К нам в Таллинн на фестивале стали съезжаться слушатели и музыканты из России, Литвы, Грузии, Армении, со всего Советского Союза. И здесь мы выступали вместе, знакомились с ними, а они знакомились между собой. В частности, здесь многие узнали такую группу, как «Машина времени». После исторического знакомства Макаревича и Гребенщикова в Таллине, «Машина времени» по приглашению Бориса приезжает с концертами в Ленинград, где имеет бешеный успех. Следует ответный визит аквариуму в Москву, после чего Гребенщиков и компания становятся частыми гостями столицы. Из Москвы в город Наниле выезжает высокосное лето и воскресенье. Отныне рок-музыканты постоянные пассажиры поездов Москва-Ленинград. Но самая популярная в Ленинграде московская группа «Машина времени». Приезд Макаревича с компанией – праздник для подпольного Ленинграда. Значит, надо было организовать сейшн, договориться о том, что приедет группа из Москвы, выступит, договориться о каких-то деньгах, нас встретить, где-то мы должны были перекантоваться. Мы всю аппаратуру везли с собой на горбу, ловился рафик какой-то. Все это везлось к Боре домой или к Коле Васину. Все это ставилось до вечера. Вечером это везлось на площадку, расставлялось, втыкалось, играли, приходили менты, все закрывали. И мы счастливые с аппаратом бежали на вокзал. Там было пару коллективов, «Машина времени» и кто-то еще. Тогда вторая группа никогда не называлась разогревающим коллективом, как сейчас. Просто была какая-то питерская, московская. Просто машина была более дорогая, на нее можно было собрать больше денег. Хотя в то время концерт «Машина времени» стоил 500 рублей. Это большие деньги были потеряны. Нас, в принципе, уже знают. То есть какая-то легенда впереди нас уже в 1976 году бежала. Мы даже не подозревали, что записи, которые люди делают на концертах, потом таким образом разлетаются. Все очень просто. Вся страна поет марионетки и новый поворот. И поэтому подпольную, казалось бы, группу приглашает на съемки своего фильма «Афония» Георгий Данелли. Самих музыкантов из фильма вырезали, но песня осталась. Машина времени всерьез задумывается о профессиональном статусе. Я, например, притащил в Росконцерт Макаревич, который просто отбрыкивался. Не хотел идти в профессиональную организацию. Он боялся, что там ему ставят препоны, запретят. Собственно говоря, это и происходило, но тем не менее. Андрюша работал в Росконцерте. Очень много городов. Я помню, он приехал из Риги, по-моему, был первый концерт у него во дворце спорта в Риге. Он приехал просто потрясенный, потому что у него не было такой аудитории в несколько тысяч человек никогда. И он увидел, что его любят, что песни его знают, что его хотят. Это был сумасшедший концерт. Он приехал, у него такие шары были. Виток народу, и мы видели, как народ стоит, и девочки красивые не могут попасть. Ты ее проводишь, и потом уже играешь, поглядывая в ее сторону. Это придает массу энергии. Мы вообще не спали, по-моему. Была бешеная жизнь. В Ленинграде о такой публичности можно только мечтать. И все же группа россияне, которая играет самую актуальную на тот момент музыку хард-рок, желанные гости на сейшенах и фестивалях. Лидер группы Георгий Ордановский производит неизгладимое впечатление как на слушателей, так и на коллег-рокеров. Приезжали россияне, самая, на мой взгляд, гастролирующая группа с Ордановским на совместном концерте с Араксом. Я пил портвейн в туалете вместе, так мы и познакомились. Он меня, наверное, также глуполучно забыл, а для меня это осталось в памяти, потому что Ордановский. Такое идет существо. Вот с таким хайером, с белозублой улыбкой, лошадь, ты кто? Он говорит, я питерский музыкант Жора Ордановский. Красота! И все они были такие, какие-то вот свободные. Без каких-то дурацких стереотипов, которые в наших мозгах тогда были. Это была группа, с которой мы чуть-чуть параллельно двигались. То есть мы не стали близкими с друзьями. К этому времени эта группа, которая очень прочно стояла уже на ногах. Россияне так и не записали ни одного магнита альбома, не говоря уже о пластинке. В 1984 году Ордановский пропал без вести. После встречи Нового года за городом он сел на электричку в Ленинград и с тех пор никто его больше не видел. Счастлив будет тот, кто доживет. В 1979 году Советский Союз вводит войска в Афганистан. Тех, кто против, преследуют. В частности, в закрытый для иностранцев город Горький выслан академик Андрей Сахаров. Мировая общественность возмущается и власти, чтобы не сорвать Московскую Олимпиаду, пытаются как-то загладить ситуацию. В страну начинают приезжать действительно значимые артисты Клифф Ричард, Элтон Джон. Если первые это больше имя из прошлого, то Элтон Джон в 1979 на пике славы. Четыре концерта в Октябрьском проходят при полных аншлагах. Вдоль всего здания милицейские кордоны. Билеты с рук стоят от 70 до 100 рублей. По словам очевидцев, в день последнего концерта на ступеньках стоял грузин. На голове кепка аэродром, в руках джинсы Монтана. Самые крутые на тот момент в Советском Союзе. Он отдавал их за билет на концерт. По стране проводятся музыкальные фестивали. На один из них, весенний ритм Тбилиси 80, Макаревич рекомендует организатору фестиваля Артемию Троицкому своих ленинградских друзей группу Аквариум. Ленинградцы еще мало известны. Борис Гребенщиков и компания довольствуются редкими выступлениями дома и вылазками в столицу. Мы играем то, что мы хотим. Поэтому мы не профессионалы-любители. Всю музыку пишу я, слова тоже, но потом вся группа вместе решает, подходит это или нет. Это музыка для молодых и свободная музыка. То есть, это не эстрада, не подчиняющаяся данным условностям каким-то. Их первое публичное выступление заканчивается крупным скандалом. Жюри в полном составе покидает зал. Нервяк был чудовищный. И мы просто решили, что в лирику мы никакой играть не будем. У нас есть полчаса, сорок минут. И мы как бы все драйвовое самое. Что есть, мы выложим. Мы выложили. И поскольку я с детства любил на сцене что-нибудь, не просто стоять столбом, как советские веа, а что-то еще делать. Мы как-то на сцене перемещались. Я налетал на велончей, веа начали налетал на меня. В общем, была куча мала такая в итоге. Ну, это был курьез. Я бы сказал так, что мы набедокурили, то есть был какой-то всесоюзный скандал, что приятно. То есть когда группа проявила себя на помпезном мероприятии так, ну, несколько неординарным образом. Нас запретили немедленно, мы стали героями фестиваля. Почему, непонятно. Интересно, я прочел потом в бумаге, в письме от директора Тбилисской филармонии в горком партии города Ленинграда о том, что мы на сцене занимались антисоветской агитацией, раскидывали листовки, по-моему, раздевались, и занимались гомосексуализмом. Поведение аквариума на сцене было вполне в духе времени. В СССР просачивались записи новых групп андеграунда, играющих в нью-йоркском клубе Сиби-Джиби. Музыканты аквариума и их приятель Михаил Майк Науменко ориентированы не на сегодняшний успех любым путем. Для них западная музыка повод для собственных вполне бескорыстных экспериментов. В отличие, скажем, от Макаревича, у которого там все шло от сонграйтерства и любви к архаическим Битлз, у Бори и у Майка все шло от последнего прочитанного номера Мелоди Мейкера Ньюзикл Экспресса или Роллинг Стоуна. Мы-то оба понимали, что пока мы не переведем канон рок-н-ролл на русский язык, ничего не будет. Россия должна иметь свой рок-н-ролл. А свой рок-н-ролл, если нет корней, значит, нужно эти корни создать. Любая песня Диона, которую он обрабатывал сам для себя, она получалась не нью-йоркская, а петербургская. Фирма Грамзаписи Мелодия звукозаписывающая компания Монополист. Звучат мелодии народов СССР. В основном мелодии выпускают такие пластинки. Но иногда они брезгуют и зарубежной музыкой. В дешевых конвертах без фотографий с надписью зарубежная эстрада коверкая название исполнителей. Юрая Хип превращается в Урия Гип, Дипапл в Дип Перпл. Иногда случаются совершенно смешные вещи. Всецело в моих руках. Мик Джаггер, Кейт Ричардс. Вокальный инструментальный ансамбль. Название ансамбля Роллинг Стоунс не указано. Отечественный рок официальная звукозапись естественно не жалует. Наши рокеры о своей пластинке могут только мечтать. У Бориса Гребенщикова нет московских искусств. О мелодии он даже не думает. После Тбилисской истории ему и подпольные концерты играть небезопасно. От изгнаний из комсомола до политической статьи путь недолгий. Понятно, что меня после этого выкинули отовсюду в течение двух-трех дней. Но чем они мне руки развязали? Я считаю, что это были чрезвычайно приятные последствия. Как то моего друга Борю скрючили из комсомола. Я никак не могу понять, как он там оказался. И то, что его наконец оттуда выгнали, то есть это был просто очень благоприятный фактор. Именно в это тяжелое для аквариума время Борис знакомится с Андреем Тропилло, первым в истории русского рока подпольным музыкальным помимо всяких мелодий. Была такая историческая встреча в студии мы сели с Борей. Это был какой-то 81-й год. Я говорю, Борь, давай мы сделаем канон для всего русского рока, чтобы потом люди могли слушать и понимать, как идти дальше. Он говорит, давай. Честно говоря, мы этому слову до сих пор не изменили. И, в общем, такая канонизация произошла. В 1979 году здесь, в доме пионеров Краснодардейского района Андрей Владимирович Тропила организовывает кружок звукозаписи. Аппаратура в кружке вполне профессиональная. Так родилась независимая будут записаны альбомы, ставшие классикой русского рока. Всегда были какие-то группы, которые лучше нас играли или пользовались большим успехом или зарабатывали больше денег. Но когда мы записали синий альбом, и вот был в руках артефакт. Катушка пленки, обклеенная фотографическими обложками, синей бумажкой. И я это притащил к богатым людям из машины, моим друзьям из машины времени в какой-то ресторан, где они меня угощали. И показал им эту штуку, они скачали с мест и с восхищением на нее смотрели, потому что вот это было то, чего они не сделали. В Питере музыкантам и тропиле это пришло в голову. А нам нет. Нам гораздо важнее было сделать какие-то вещи новые, отрепетировать. То есть мы концертами занимались. Во второй половине 70-х в советском андеграунде расцветает магнит из даты. Изготовление и распространение записи кустарно способен. Сперва Барды, Владимир Высоцкий, Аркадий Северный, затем инициативу подхватывают рокеры. Вот это магнитоальбом группы «Аквариум». Разработан в дизайн обложки, наклеены фотографии участников группы. Это мастер-копия. Оригинальный экземпляр, который остается на руках у музыкантов. С него переписывают на бобины любого размера. С обратной стороны от руки пишут названия группы и альбомы. Все это похоже на выпуск нелегальной самоздоровской литературы. Разница лишь в тиражах. Переписывать музыку с магнитофона на магнитофон гораздо проще. При этом Гребенчиков и компания все делали по-взрослому. Изучались западные альбомы, устраивались фотосессии, для названия разрабатывался фирменный шрифт. Получалось нечто рукодельное и уникальное. Будь то треугольник аквариума, сладкая Эн и другие, Майка Науменко или их совместный альбом. Альбом назывался «Все братья и сестры» Борис и Майк. Майк Науменко и Боря Гребенчиков. Акустический концерт записывали за Смольным собором. Для обложки мы решили использовать фотографию контурную. На закатном небе я поставил Бориса и Майка вот здесь, в саду, друг к другу профилями. И вот пустое пространство между ними мы заполнили Буддой, который был у них на ладонях. Между ними был вот этот божок. Так как для официальной газеты журналов рок-н-ролла не существует, появляется рок-н-ролльный сам издат. Местные аналоги, Мелоди Мейкер и Роллинг Стоун. Все на энтузиазме и под страхом прихода людей из КГБ. Половина тиража уходила в Москву, половина оставалась в Ленинграде. В столице тут же подхватили идею. Появились журналы «Зеркало» и «Урлайт». Мы брали специально тоненькую бумагу, чтобы больше число экземпляров пробивала машинка. Машинка простая была, Москва, у нас денег, естественно, никаких не было. И бумага была тонкая, и максимум, что мы могли сделать, это шесть экземпляров. А журнал писал, о музыке, о том, что было на сцене в то время, о командах, западной музыки, которая была в тот момент здесь мало доступна. Ну и о всякой ерунде тоже. Мифотворчество вообще было очень характерно для рок-самаздата. Я, например, лично уже в рамках журнала «Урлайт» создавал легенду о том, что существует якобы такая лесбийская подпольная рок-группа «Розовые двустволки». Что вот это акустическое трио девушек, которые выступают все обнаженные по пояс на квартирных концертах и поют лесбий, гимны разные на стихи софом. И самое смешное, что когда я много лет спустя стал рассказывать Артему Троицкому, что это я-то и придумал группу «Розовые двустволки», он мне говорил «Да, Гурьев, ты гонишь!» Я лично знал одну из солисток этой группы. Была, на самом деле, ничего-то не выдумывал. Магниты альбома и подпольные журналы неведомыми путями разлетаются по стране. Теперь о ленинградских рок-группах знают и в Уфе, и в Екатеринбурге. Я был в шоке, вот абсолютно. Даже не из-за того, что там такой странный материал и что его можно, да, а мне почему-то показалось, что как-то все очень профессионально. Музыка такая витиеватая, в общем, мне понравилось. Я понял, что ага, совершенно необязательно лупить тупой хард-рок, тем более у нас он не получается. Ну, не выходит каменный цветок. Оказывается, можно делать такого рода музыку, и это будет интересно. Одна, помню, из первых пластинок, которые я услышал, альбомов, как это называлось, на русском языке, которое я слышал, это было «Табу аквариум». Я считаю, что до сих пор это одна из самых лучших работ, которая была сделана в России, она звучит удивительно современно и сегодня. А здесь, если кто не любит и не зовет на флет, это, конечно, на всех кухнях. И везде, где существовал портвейн на столе, везде был байк на обе такая. Он как дух, как джинн из этих бутылок вылетал, крутились бобины, магнитофоны, была такая всеобщая ржачка. Это были песни про нашу жизнь, про наше бытие. Все было очень с юмором, энергично, рок-н-ролльно и счастливо. Соопарк, аквариум, странные игры. Почему-то особенно были популярны странные игры. Там очень были смешные песни. Народ просто понял, что есть какой-то вообще путь. В этом смысле они немножко расшатали скорозлые такие мозги. Метанофорцы, метанофорцы, метанофорцы. Тем временем, ленинградские музыканты уже шли дальше. Им хотелось выйти из квартиры, подпольных студий, пусть в маленькие, но залы. Такие попытки предпринимались с середины 60-х, но каждый раз заканчивались ничем. В 1981 году желание музыкантов совпало с целями властей. Музыкантам надоело заканчивать свои мероприятия, концерты, сейшны, они назывались встречи с милицией. А у милиции и у органов резко возросла отрицательная отчетность. Вот тоже им это не очень нравилось. И поэтому, конечно, какое-то решение должно было быть найдено. И вот оно было найдено вот как бы в сфере создания вот этой вот такой общественной организации рок-клуб. некий такой рок-резервации. Это был чистый опыт, который решил провести КГБ. Если эти юноши не хотели вступать в комсомол, значит, нужно было для них построить какую-то другую организацию, которая будет названа по-другому, но по сути она будет являться какой-то контролируемой структурой подвластной комсомолу. Понимаете? Если вы хотите называть этот рок, ради бога, пускай будет называться рок-клуб. И вот получается, что на это все повелись. Рок-клуб в Ленинграде итог долгой борьбы рокеров за свое существование. Теперь они на самообеспечении. Есть свои инженеры и техники, которые буквально из ничего могут создать концертный аппарат. Звукорежиссеры, которые на этом аппарате пытаются сделать более-менее приемлемый звук. Сцену клуба оформляют свои художники и фотографы. У клуба есть президент и правительство. Совет рок-клуба из числа выбранных музыкантов, а также органы надзора за всей этой публикой. Редактор летующей тексты, представитель комитета комсомола. Получается, такое отдельное государство рок-музыки. Был зальчик для собраний, что было чрезвычайно примечательно, потому что это была действительно протодемократия. Когда мы собирались каждую субботу человек по 200 в этом белом зале и обсуждали пути развития рок-клуба в нашем городе. До мордобития дело не доходило, но споры были жаркие. То есть левые, правые, центристы, уклонисты. То есть правые в частности говорили о том, что рок-клуб должен быть некой организацией аналогичной лен-концерту, заниматься исключительно профессиональной деятельностью. Левые говорили о том, что рок-клуб должен быть организацией аналогичной церкви, свободной от государства. Ну а центристы как всегда были там посередине и то, и то. Рок-клуб начинал с 18 групп. К 1985 их стало 40. Регулярные фестивали клуба проходили со все более шумным успехом. Каждый из фестивалей, конечно, производил некое такое совершенно новое впечатление. Группы к нему безумно готовились. Всегда были какие-то интриги, козни, какие-то тайные пружины, потому что попасть на фестиваль это значило просто войти в некий уже новый уровень, в некий класс. То есть ты принципиально попадая на рок-фестиваль, ты уже все как бы выпадаешь из этой вот безликой массы членов клуба, ты уже становишься каким-то неким явлением отдельным. Совершенно. Каждое выступление это такое как спектакль. И все время казалось, что если ты играешь концерт и у тебя там нет новых песен или нет какого-то нового костюма, то никто не придет. Нам всегда так казалось, что нужно всегда, чтобы что-то было новое. Брат мой выступал, я помню, однажды, тоже было очень странное выступление. У него был сзади рюкзак с моторчиком и там был такой пропеллер, как у Карлсона. И рыжие волосы. Помню, однажды клавишнику нашу тоже мой друг притащил лыжи с ботинками. Мы ему прибили лыжи к полу, слаломные. И вот он стоял вот так вот за клавишами и вот так вот практически падал вперед-назад и никто не мог понять, как он так стоит и ничего не падает. А у него были лыжные ботинки, под штанами их не видно, и лыжи были прибиты к полу. Рок-клуб постоянно выдает новые имена. Заявили о себе группа кино, отметили странные игры, набирает популярность зоопарк. Группа, собранная Майком Науменко. У Майка мне понравилось все, что у него какая-то была золотая середина в текстах. Там не было пафоса, не было зауми такой характерной для многих коллективов. Ну, завуалированных различных таких образов, которые нужно раскрывать. Раскрывать их можно только прочитав кучу какой-нибудь литературы. Правильное сочетание юмора, который мне близок. Музыка души. У каждого человека разная душа. Один слушает джаз, другую классику. Третий рок-н-ролл. И давяще, я сказал, на мой взгляд, гениальную фразу. Рок-н-ролл это неинтеллигентная музыка, которую порой играют интеллигентные люди. На рубеже десятилетий совершается новая музыкальная революция. По Англии и Америке ураганом пронесся панк-рок. Уличная лексика, эксцентрический, даже пугающий внешний вид. Очень скоро эта музыка появляется в Прибалтике. В Эстонии панк-рок стали играть раньше, чем в Ленинграде и Москве. Таллинская группа «Пропеллер» просуществовала всего один год. Записала один альбом, дала несколько концертов, снискав бешеную популярность у публики. А в 80-м году была официально запрещена. Группа была запрещена после футбольного матча между командами эстонского радио и телевидения. Музыкантов пригласили туда выступать совершенно официально. Но вот последствия оказались непредсказуемыми. Дело в том, что мы должны были играть три раза. До матча, в перерыве и после. Однако начальство просто испугалось больших волнений. Мы, конечно же, отыграли до матча, и все было спокойно. А потом к нам пришли и сказали, чтобы мы забирали вещи и уходили. Руководители просто решили перестраховаться. Но мы ушли, и уже после матча, когда должно было состояться третье выступление, народ стал спрашивать, где пропеллер, почему его нет. И именно из-за этого начались волнения и беспорядки. Если мне не изменяет память, то даже в центре города трамвай перевернули. В Ленинграде основная панк-тусовка собиралась в спальном районе Купщина, в квартире Андрея Панова, легендарного свиньи. Его музыка казалась радикальной даже радикалом из рок-клуба. Хотя сам свинт происхождением совсем не походил на Джонни Роттона из Sex Pistols. Андрюша был очень респектабелен, он работал продавцом в радиомагазине, зарабатывал кучу денег, потому что из-под прилавка продавал заезжим грузинам колонки, первые советские кассетные магнитофоны, там плюс 25 рублей сверху, естественно. очень интеллигентный парень из балетной семьи, но при этом талантливый, шокирующий быватель всех вокруг, и милицию. Вот по Невскому хожу, на буржуев я гляжу, водки вынес дал в лобок, а прохожий мне помог. Вот тогда тут Венинград, чей-то сраный депутат, я с угла его сверег, безобразие я брызгал. У свиньи проверили паспорт, а у него, значит, паспорт был такой в четыре раза сложенный и в носке там где-то. Он его так достал такой раз и менту показывает. Мне он такой нифига себе так посмотрел, что это такое. А там, значит, написано место рождения город Ленинград внизу свинья. Город герой подписал. Ну и там типа русский внизу. Я не русский, короче. На таком духе. Ну и дальше телефоны все эти. Конечно, такой великий человек, великие артисты по-настоящему бескомпромиссные тип. Как свин, вот ему в Ленинградский рок-клуб вписываться было бы не очень корректно. Хотя он хотел туда войти. Ни автоматические удовлетворители, ни группу фронт, ни народное ополчение в рок-клуб мы не могли принять по идеологическим причинам. Слишком агрессивно, депрессивные тексты, так это примерно можно сказать. То есть их тексты на тот момент было залитовать невозможно. Вслед за Ленинградом в столице также появляются новые герои. Браво, Крематорий, Центр, Звуки Му. Моим учителем все-таки был Мамонов, который сам самоучкой, который сам-то на гитаре еще не умел играть, но очень хорошо чувствовал ритм. И вот помню, мы репетировали втроем летом 83-го года, остановились, окно открыто, вот это, и такой крик грузинским акцентом, типа, Геноцвали, давайте там продолжать, и мы высовываемся вниз, стоит толстый, здоровый грузин и говорит, я балдею, давайте дальше, это был первый наш слушатель, которому это понравилось. Рок-движение захватывает и периферию. В Уфе Юрий Шевчук, дипломированный художник, преподаватель рисования в школе и поэт-самоучка, был приглашен в группу, которая репетировала в одном из местных ДК. Так появилась группа ДДТ, которая, по примеру, ленинградцев сразу же стала записывать альбомы. Ну, мы, в общем-то, первая группа, которая выпустила магниты-альбом в 82-м году «Свинья на радуге». У нас был один приятель на телевидении, и мы там тихонечко писали на два СТМа. Больше трех дней в те годы, вот, наверное, в течение 10 лет мы не записывали ни одного альбома. Три дня максимум. Ну, скорее всего, три ночи. Пока Мент на телевидении спал, счастливый охранник, мы тихо прокрадывались мимо него, включали СТМы и, в общем-то, записывали альбомы, да. Свердловский рок-н-ролл начинается с группы «Сананс» Александра Пантыкина. Это ставшие легендой уральская группа потом распадается на трек и «Урфинджуз». «Урфинджуз» были очень крутые, просто, просто слово «Урфинджуз» наводило ужас вот на всех вообще. Когда они начали репетировать у нас в архитектурном институте, в клубе, потому что их отовсюду уже выгнали, у нас просто лекции перестали идти. У нас народ просто в таком, в таком, в каком-то, знаешь, за зомбированным вибраже находился. Ну, просто никто не мог учиться. Нервно курили, ходили пока не. Там репетировали свои страшные песни про каких-то пожирателей, мертвецов, там и все такое. В начале 80-х на смену «Бобине» в Советский Союз пришла кассета. На Западе она появилась в 63-м году и должна была стать простым, надежным носителем для дома и офиса. Пленка в кассете в два раза уже, чем на «Бобине». Скорость движения ленты тоже меньше. От этого качество звучания хуже. Но зато кассету удобно носить в кармане и можно прослушивать в магнитофоне на батарейках. Эти факторы стали решающими. Кассета захватила весь мир. В СССР у молодежи популярны переносные кассетники «Весна», «Романтика», «Электроника», «Квазар». Вот так у нас гиб руки, держишь за ручку, вставляешь кассету, нажимаешь на воспроизведение. Из динамиков через хрипы доносятся песни «Машины времени» и «Воскресенье». С таким аппаратом ты первый парень на дворе. Распространение записи на кассетах становится просто повальным. Между тем, СССР постепенно выгнивает изнутри. Начальство не только не уважает, его не боятся. В 1982 году умирает Леонид Брежнев. Новый глава государства Юрий Андропов, бывший председатель КГБ, пытается исправить положение жесткими методами. Объявляется война тем, кто живет на так называемые нетрудовые доходы. Милиция и народная дружина прочёсывают города в поисках граждан, уклоняющихся от социалистического труда и обучения. Начинаются гонения на неблагонадёжных. Ходили вот, да, мышноотписанные списки по рукам, там, вот, просочившиеся в народ, утечка, как бы, информации сверху в массы, о том, какие группы запрещены к проигрыванию на дискотеках. Иногда был список и западных групп, написанных в русской транскрипции. И, как бы, вторым разделом шёл список советских рок-групп, где были там аквариумы, кино. Ну, это были цветочки. Ягодки, на самом деле, вызрели чуть позже. Это был уже 83-84 год. То есть, вот эти два года можно назвать годами таких реальных, болезненных, достаточно жестоких репрессий. Я думаю, что связано это было с тем, что вся советская система организировала, и, ну, как всякие корчащиеся в судорогах организм, они стали выделывать всякие такие малоприятные конвульсии. Власти не учили очень важные вещи. Дело в том, что, как бы, да, вот, когда люди, вот, которые раньше друг друга зачастую и не знали, слышали что-то там такое друг о друге, вдруг они оказались вместе, это вызвало то, что называется физикой кумулятивный эффект, да, то есть, как бы, общение настолько быстро усилилось, интенсифицировалось и стало вот генерировать новые идеи, что это, конечно, привело к такому большому взрыву такому информационному. В газетах появляются руководящие статьи о загнивающей молодежи Запада, панках и фашистах. После них попасть под обвинения в нацизме можно было по самым неожиданным причинам. Одна из песен у нас заканчивалась там, болеро, Равелли, цитата. И, короче, значит, кому-то, значит, кто-то сказал, что вот, типа, это была любимая композиция Гитлера, значит, поэтому там это фашисты, и вот к нам приклеили вот такой ярлык, что мы, типа, фашисты. Очень было смешно. Самое главное, конечно, был аргумент, то, что нашим родителям в парторганизацию могла прийти соответствующая бумага, наши родители, они и знают, они знают, где мы играем. И в крематории название такое достаточно гибкое для того, чтобы сыграть какую-нибудь фашистскую историю. Не заставили себя ждать и фильетоны о своих рок-группах. Во все времена находились эссетствующие виршеписцы, живущие вне времени. Однако, от безвкусной литературщины до цинизма один шаг. Так писали в «Комсомольской правде» о машине времени. Рагуя «Синяя птица» ударила сильно, потому что это была «Комсомольская правда», и вообще её выступления воспринимались как директива к действию. Нас сняли с маршрута, естественно, и месяца три-четыре мы сидели на репетиционном периоде. Дальше больше. Арестован лидер группы «Воскресенье» Алексей Романов. Вокалистка «Браво» Жанна Агузарова выслана из Москвы. В Уфе после альбома «Периферия» гонения обрушились на группу ДДТ, недавних победителей студенческих фестивалей. «Не стреляй!» И в КГБ уже меня спрашивали, эта песня «Наш народ поднимает, так сказать, строит детские сады в Афганистане, а ты, гад, поёшь такую песню, не стреляй. То есть власть с нами разобралась, с группой ДДТ, и со мной в частности нам прекратили полностью кислород, перекрыли, мы прекратили свои выступления, которые были и так очень редки. Ну, в общем, и пришлось мне в результате эмигрировать из Уфы, но, слава Богу, не в Америку, а в Питер. Понимая, что тотально рок-музыку в стране не запретить, власть применяет испытанный трюк. Появляется филармонический рок. У меня за спиной дворец спорта Олимпийский. Таких сооружений в Москве несколько. Лужники, Измайлово, Крылья Советов. В советское время они строились для проведения больших спортивных соревнований. Олимпиады в 80-м, для проведения концертов. Начиная с первой половины 80-х, вместе с эстрадными артистами здесь выступают и официально разрешенные рок-группы. Автограф, круиз, земляне, чуть позже динамик. Народ валом валит на эти концерты. Рок-неформалы называют эту музыку харч-рок. Музыканты этих групп получают эфиры на радио и телевидении, запись пластинок, возможность гастролировать. За всем этим следует и признание. Мы вышли из рядов рок-клуба и пустились на вольные хлеба, потому что мы хотели, так скажем, не совмещать свою специальность с музыкой, а попытаться бросить свою работу и заниматься только музыкой и гастролировать. Ну вот я поиграл в советских ансамблях, набрался опыта тоже очень хорошего, потому что фонограмм тогда не было, все живем, испарили самоцветы, надежда, ансамбль мелодия под управлением Городяна, играл джаз там. В общем-то, я набрался сил и мы с Сашей Баракиной организовали наконец-то рок-группу. Мы одновременно играли в ресторане, давали концерты, сочиняли, записывались на фирме мелодии. Была большая радость, хотя на патографии нас сказили, совершенно даже до неузнаваемости, было написано, что это рок-группа, карнавал. Впервые в советском саде было написано рок-группой. Гастроли у землян были очень-очень активные. Мы работали по два, по три, по четыре концерта в день. Благодаря землянам я увидел практически весь Советский Союз, там, вот, Петропавловска, Камчатского, там, не знаю, Самарканд, там, Беларусь, все 15, сестер республик. Мы поехали, я помню, тогда вот первый раз по Кузбассу, там, по краю Новосибирска, Новокузнец, Кемерово, там, все эти города. И уже тогда народ ходил только потому, что на афишах было, во-первых, красивый афишах, была написана рок-группа. А уже когда мы через месяц поехали повторно в эти города, то уже люди там с шести утра занимали очередь за билеты. Хорошо, что есть на свете, это счастье будет домой. Рок-любители предпочитали работать, где придется, зато петь то, что хочется. Музыки зарабатывать на жизнь нельзя. Всем хорошо знакома статья за незаконную коммерческую деятельность. А работать надо обязательно, иначе светит другая уголовная статья за тунеядство. То, что я работал на производстве, позволяло мне чувствовать абсолютно, что я гегемон, во-первых. Я не трошу. Я двеного-то делаю, так, ну что ты снова будешь делать? Все, я гегемон. Я себя чувствовал абсолютно свободным, зарабатываю приличные деньги и занимаюсь еще при этом еще любимым хобби. Ну что такое работа? В то время к работе никто не относился серьезно. Это была трудовая повинность. То есть мы все вынуждены где-то работать. Если тебя вынулись с работы, ничего страшного. Но в любом случае ты эту работу расстелил как временную, поскольку у тебя было основное занятие, и основное занятие это была группа. Это знаменитая котельная Камчатка на Петроградской стороне Ленинграда. Вот в эту топку бросали уголь Виктор Цой, а позже Александр Башлачев. Уголь приносили со двора. Работа тяжелая, но в ней есть несомненные плюсы. Во-первых, тебя никто не трогает. Во-вторых, всегда можно в перерывах порепетировать, послушать музыку, почитать. Майк Науменко, музыканты группы Аквариум Борис Гребенщиков, Дюши Романов, Сева Гакель работали во вневедомственной охране Петроградской стороны. Проще говоря, сторожами. Поколение сторожей и дворников, как позже споет Борис Гребенщиков. Это был полный разрыв советской системы, полный андеграунд. Это позволило им стать теми, кем они стали. Я пришел, посмотрел, хорошая котельная, в центре города, удобно все. И пригласил Цою. Ну, там, в 10 дней у нас разница по поступлению на работу. Потом пригласил Башвачева, Цой пригласил Котельникова. И так пошел, поехал, и приглашали только как бы своих. Большое, достаточно помещение, где можно было собираться, тут играть на гитарах, тут никому мы не мешали. Круглосуточно абсолютно. Поэтому здесь постоянно было человек по 15, по 20. Было очень весело. Работа, естественно, шла. Но, тем не менее, тусовка была основным занятием нашим. Московские рокеры работали лифтерами в высотках, где жили народные артисты, генералы, классики советской литературы. Теперь я не пью, теперь я лифтер. Сижу тебя, в подъезде. Я приезжаю, значит, с концерта, в дорогом костюме, с такими бриллиантовыми запонками, с розами, значит, и сижу так, и грущу. Приходит товарищ Дудюков, начальник этого, как-то, ЖКС, как называется, где живут эти писатели, и говорят, ну что, на погрузку, вот я в этом костюмчике с Петром Мамоновым, значит, и с Лёликом вот бросаем какую-то листву на Самослав. Вася Шумов тоже одно время работал лифтером, ну и Мамонов работал лифтером, и ему там надо было покрыть какие-то свои прогулы, и мы договорились, что мы сыграем в ЖЭКе для местных, значит, обитателей дома концерт. И было очень смешно, потому что пришли, в основном это были вдовы писателей, членов Союза писателей, и мы думали, что никак они не воспримут нашу музыку. Оказалось, что им очень даже понравилось. Концерты в Ленинградском рок-клубе – редкость. У москвичей официально нет и такой возможности. Оставалось только играть свои песни на кухне у друзей. В какой-то момент такие посиделки превратились в нечто большее – домашний концерт или квартирник. Но вот приходят к нему друзья, прервав его мысли ход, и быстро плевают портвейнель. Хозяин через знакомых оповещал публику, собирал деньги, расплачивался с артистами. Только в Ленинграде существовало порядка десяти адресов, где проходили квартирники. Не меньше подпольных точек было и в Москве. В моей собственной квартире происходили не то, что концерт, у меня происходили целые фестивали. То есть у меня бывало так, что за один вечер у меня играли, скажем, «Аквариум», «Кино», «Последний шанс», «Башлачев», «Браво», может, там, да, и «Петя Мамонов», скажем. То есть такие фестивали тоже бывали, но присутствовал на них, скажем, человек 30-40. И вот запускали людей, люди садились на пол, и мы играли. Это было такое общение, лишенное рампы. То есть не было какой-то такой линии между зрителями и музыкантами. И стакан портвейна мог ходить по кругу многократно. С хозяином квартиры, как правило, расплачивались пустыми бутылками. Это был гонорар такой. То есть все оставалось ему, и он потом сдавал, и, видимо, был страшно счастлив. У меня была стабильная цена, рубль в ход. И стабильная плата музыкантам 30 рублей. Если 30 не набиралось, я или просил, давайте скинем немножко. Ну вот Майк и Цой, они пятерку, если не добиралось, они всегда согласны были скинуть. Если совсем не добиралось, я доплачивал сам уже. Квартирники можно играть не только в Ленинграде и в Москве. В январе 1983 года Свердловский энтузиаст организовывают концерт Майку и Цой в общежитии архитектурного института. Телефонов ничего у нас не было, ни мобильных, ни таких. Прилетает бегунов такой в Минтовской Тулупе без погон. Говорит, Вавян, приехал Майк Науменко, с ним какой-то еще то ли киргиз, то ли еще, не знаю кто какой-то, в общем, не знаю кто, но еще какой-то приехал с ним перец. Сегодня все будет там. Сейчас они уходят от погони, значит, они по городу заметают следы. Это январь, по-моему, тревожно все было очень. То есть достаточно тревожно в целом вообще по обстановке. Даже можно было не выходить ни Майку, ни Цою, потому что и так уже тревожно было до такой степени, что все просто вибрировали там. Две полурасстроенные гитары, такие люди, крепко выпившие. И они играли просто песню Майк, песню Цой, песню Майк, песню Цой. И такие немножко где-то отвечали на вопросы, причем с очень хорошей реакцией Майк, просто с моментальной реакцией. И такой очень немножко стесняющийся Цой. Но удивительно, что мне Цой понравился больше. То есть я шел на Майк, но мне Цой очень понравился. Андроповские заморозки только сплотили музыкантов и слушателей. Затертым лозунгом никто не верит, страна живет под войным стандартом. Члены правительства, включая руководителей страны, покидают этот мир один за другим. В народе это время метко окрестили гонкой на катафалках. Популярный анекдот середины 80-х. Диктор Центрального телевидения в начале программы «Время» трагическим голосом сообщает «Дорогие товарищи, вы будете смеяться, но нас вновь постигла тяжелая утрата». Заканчивался период, который после назовут «Годами застоя». Музыканты из Москвы и Ленинграда ездят друг к другу в гости, кассеты и бобины с их записями слушают по всей стране. Рокеры быстро научились играть в кошки-мышки с контролирующими органами и используют ситуацию в своих интересах. В интересах музыки, которую они играют, в интересах всеобщего кайфа. До первого ветра перемен остается чуть больше года. До выхода из подполя на стадионы около трех лет. Но это уже другая история. «Музыканты из Москвы» «Музыканты из Москвы» «Музыканты из Москвы» «Музыканты из Москвы» Первую половину 80-х русский рок провел в андеграунде. Власть решительно настроилась извести чуждую советскому молодому человеку музыку и эстетику. Важная победа ленинградцев в рок-клуб была фактически единственной победой, да и то весьма шаткой. Концерты проходили раз в месяц, постоянно приходилось отбиваться от комсомольских придирок и нападок в прессе. Никто не говорил с высоких трибун «Пойте, что хотите, показывайте, что вздумается». Цензуры нет. Просто с приходом в Кремль Горбачёва и руководству и обществу стало ясно. Больше так продолжаться не может. Страна на пороге гибели. Люди ждали перемен. Отношение к неформалам и рокерам меняется на более либеральное. Но пока только в Ленинграде и Москве. В середине 80-х Ленинград – столица русского рока. Что не концерт, то новое открытие. Остросоциальный телевизор, панки «Объект насмешек». Сюда съезжаются музыканты со всего Союза. Лидером агрессивной Алисы становится москвич Константин Кинчев. Уфимец Юрий Шевчук собирает в Ленинграде новый состав ДДТ. В Питер из Череповца приезжает самобытный рок-поэт Александр Башлачев. Я считаю, что говорить о Башлачеве в контексте русского рока это, в общем-то, не очень неправильно. Потому что в моем представлении, если взять весы, найти весы, с одной стороны положить весь русский рок, начиная от Макаревича и кончая Шнурова, а на другую чашку весов поставить одного Башлачева, то сейчас же Крестов с Башлачевом он тут же перевесит. Он был один из самых, он для меня чистых людей, таких цельных людей, которые делали только то, что он делал, никак не мог делать ничего другого, и даже в голову не приходило, что он может сделать что-то другое. И он откровенно понятен, что никуда ни во что вписаться не мог, потому что кому нужны тяжелые, правдивые баллады о том, что происходит в жизни русской души. Вместе в душу кодились! Чёртов! Рамки для него были, конечно, очень тесны. Он воспринимал себя как человек рок-н-ролла, просто, опять же, в силу рождения, в силу воспитания, в силу своих первых каких-то художественных симпатий. Он мне сказали, что я выступал в группе, я не считаю, что мне так уж важно петь под гитару, но это такая должна быть группа, как Дорс. Будет искать свой Дорс, но так своих Дорс он и не нашел. Но и московская сцена ничем не уступает Ленинградской. Москва уже созрела для своего рок-объединения. В конце 1985 года создается рок-лаборатория. Председатель Ольга Опрятная. Резиденты лаборатории группы Николай Коперник, Центр, Ночной проспект, Звуки Му. Я ем на побойках, я тлю и слушаю. Когда нам поступило предложение в августе 1985 года прослушаться, неизвестно для кого, неизвестно для чего, я помню, что мы очень задумались с Мамоновым. Но нам нравилось то, что происходило в Питере. Мы считали, что это лучше, чем сидеть в подполье и рисковать каждый раз, когда ты что-то там организовываешь, что тебя просто вместе со всей публикой арестуют. Я самый плохой, я сужу тебя. Формально рок-объединение – это вольные музыканты под контролем начальственных надзирателей. Поэтому в администрации рок-клубов всегда были люди, близкие рокерам по духу, что называется, и своих, выступающие буфером между музыкантами и системой. И Нина Барановская, и Коль Михайлов, и Гуницкий действительно сердцем болели и относились как к собственным детям или братьям. Ольга опрятная, такая железная женщина с волевым характером. Именно такая нужна была. Потому что здесь должен быть пробивная сила танка, нервы железные. Важнейшей процедурой была литовка – официальное утверждение песни. За её идеологическое содержание отвечали члены совета рок-клубов. Без заверенной подписью и печати рок-клуба текста песня к исполнению не допускалась. Получение заветной бумаги – своеобразная игра в кошки-мышки между музыкантами и чиновниками от культуры. Вот, к примеру, я помню «Литовали мои стихи». Одна из легендарных песен. Любимая песня, кстати, Виктора Пелевина. «Моя голова в пространстве загадочно парит», «Где в пространстве, что голова, чья моя голова, голова». Вот такая песня. Молодой человек, вот мы читаем, вот сейчас вас залитовали. И что это такое? У нас такое ощущение, что вы берёте какие-то абсурдные слова, складываете их и дурачите. Нас дурачите. Очень хороший способ плитовки текста мне подсказал в своё время Костя Кенча. Я вдруг смотрю, в углу текста моё поколение написано, посвящается событиям такого-то числа, сейчас уже не помню, по-моему, в Сан-Франциско или в Филадельфии. Ну, собственно, неважно. В общем, там какую-то демонстрацию в негритянском гетто разогнали. И в наших газетах об этом писали, очень много говорили, потому что мы же всегда защищали Ленинград. Мы вместе! Мы вместе! Да! Москвичи запрягали дольше питерцев, а поехали быстрее. Ленинградские музыканты ещё долго числились сторожами и кочегарами, тогда как музыканты рок-лаборатории уже добились профессионального статуса. Теперь по уголовной статье о тунеядстве их не беспокоили. Коррозии металлы, там звуки Му, вежливый отказ, бригады ЭС проходили такие якобы комиссии. Каждый раз комиссия была в шоке, но мы объясняли, что это кукольный театр, например, что кто-то выходит с косой, это не значит, что он хочет свергнуть советскую власть. Это такой имидж. Когда тарификация, значит, каждый артист получал какую-то ставку, там 5 рублей 30 копеек, что он вышел на сцену, и кто-то ему должен дать эти 5 рублей 30 копеек. Ну, никто не сказал, кто. У нас денег нет, денег давать не хотят. Но зато у него мы завели трудовую книжку. 400 трудовых книжек, где в каждый урод, вот этот урод, социально опасный, был вписан артист. Рок-лаборатория, кстати говоря, нам помогла в том плане, что нас приглашали в другие города выступать, а эта перестройка как бы доходила там до регионов своими какими-то волнами. И во многих регионах еще оставались те старые правила, там никаких ансамблей, черные списки вот эти, там где-то центр, там фашистская группа, ну, все вот как это было в таком классическом советском паноптикуме в таком. Вот. И, а если мы от рок-лаборатории, то выпадут сейчас мы официальные все музыканты. Москва, энергетический проезд, ДКМИ. Здесь впервые официально состоялись выступления ленинградских рокеров. Московской рок-лаборатории удалось выбить у властей разрешение на выступление трех супергрупп. Аквариума, Алисы, Кино. Ленинградцы играют на закрытии сезона Московской рок-лаборатории вместе с группами «Браво», «Звуки му», «Бригады С». О гостиницах и гонорарах не может быть и речи. Живут у друзей, выступают бесплатно. С 1987 года пошло-поехало. Пример столиц – наука региональным музыкантам и губернскому начальству. Значит, можно. Рок-клубы открываются чуть ли не в каждом областном городе. От Калининграда до Владивостока. Я помню, что я, по-моему, учился в классе в девятом, когда раздался звонок в двери моей квартиры. Я открыл, там стоял такой кучерявый с большой шевелюрой молодой человек, которого я никогда не знал, в джинсовой куртке. Как сейчас вспомню, он сказал, вы Илья. Я сказал, я Илья. Он сказал, меня зовут Игорь. Я из рок-группы «121 этаж». Говорят, у вас тоже есть группа. Я сказал, да, в Москве есть тоже некая группа метро. Он сказал, все, вот мы, значит, и будем Владивостокским рок-клубом. Третьей столицей русского рок-н-ролла становится индустриальный Свердловск. Студенты политеха и архитектурного взрывают суровый быт Урала. Здесь, на заводе Воронского, состоялась историческая встреча двух поколений свердловских рокеров. Матеры «Этрек» и «Урфинджус» знакомились с молодой шпаной – Наутилусом Помпилиусом и Чайфом. Все закончилось ночным сейшном. Сегодня у нас там презентация молодых артистов. Мы будем презентовать тебя. Ну, слова «презентация» не было, но да. И вот сейчас молодая группа Наутилус Помпилиус. Там Слава придет и Дима придет. И вот мы там должны все что-нибудь вместе поиграть. И я, значит, с этой гитарой, он меня выводит, там сидят люди, таки полупьяная, какая-то ободранная сцена. И он вот так в лоб им говорит, значит, так, вот это вот наш уральский Боб Дилан. И я такой, ну, здрасте. Они, ну, садись, Боб Дилан, вот тебе стакан, выпивай. Значит, мы сели, значит, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это Егор Белкин, это Илья Кормильцев, значит, это вот Саша Пантыкин. Это Дима Перов, это из трека. Я, значит, вижу всех людей, что это не миф, они есть. Существует на самом деле. Это Екатеринбург, улица Володарского. Здесь в 70-е годы жил Борис Николаевич Ельцин, тогда первый секретарь Свердловского обкома партии. А справа ДК Свердлова, в котором открылся Свердловский рок-клуб. В 85-м году представители рок-общественности часто приходили в обком с просьбой о том, чтобы им разрешили открыть рок-клуб. Аргументы были следующие. В Ленинграде и Москве можно. Почему у нас нет? Ведь сейчас перестройка. 15 марта 86-го года, тогда как и сейчас еще был снег, состоялось первое заседание Свердловского рок-клуба, в котором участвовали представители 40 групп. А в июне уже первый рок-фестиваль. Вся площадь перед ДК запружена народом, гремит музыка. Если бы Борис Николаевич Ельцин оказался на этом мероприятии, он бы наверняка порадовался, что больше не живет напротив. Я, как президент рок-клуба, ввел задачу, чтобы дать возможность продвинуть группы. Мы проводили для молодых групп такие, в общем, небольшие концерты, где они могли выступать, показать что-то, и там приглашали людей, которые могли как-то подсказать. Из Свердловских рок-групп сразу же выделился Наутилус Помпилиус. Резкие политизированные тексты, революционная, завораживающая манера исполнения. Группа начинает выезжать за пределы родного города, добирается до Ленинграда и тут же производит фурор. Союз композиторов наконец решил разобраться, что такое рок-н-дролл. Я говорю, вот, Наутилус Помпилиус и Свердловская, замечательная группа. И они позвали. Ну и Слава как врезал по ушам, там, депозитор буквально, Слава вышел, как он тогда был, у него такой перехит, такой франч черный, абсолютно намазанный, здесь глаза, здесь крест орден. И пошел, значит, марш-марш левый. Ну мы слезали это все. То есть мы слезали, ну так, по-кандовому, по-деревенски. То есть что могли, там, в тюзи взяли сапоги, в прокат, там, штаны какие-то там. Ну так, что-то там, покрасили, сшили, навешали каких-то брошек, там, в общем, называется, умелые руки. Это было что-то с чем-то. Только что группа, ну практически, я не знаю, там, прозябала, и вдруг как будто вот с цепи сорвались. И началось, и началось, и началось. Сразу как-то стало понятно, что мы не в очереди 24-й по счету, а мы можем вообще без очереди пройти. То есть и встать вот на авансцену. Это было интересно, приятно. Рок-музыканты времен Перестройки – это уже не только музыка и тексты. Это и артистический образ, и музыкальный театр. Все это можно подсмотреть. Появляется новая техническая диковинка – видеомагнитофон. Первые видеомагнитофоны были сконструированы для нужд телевидения. У нас это был кадр 3ПМ. Такая вот громоздкая штука. Дома не поставишь. Это наш отечественный магнитофон «Электроника ВМ-12», который начали выпускать в 1984 году в Ленинграде и в Воронеже. Стоил он баснословные деньги – 1200 рублей. При этом достать его было невозможно. Такой видеомагнитофон в середине 80-х для советского человека – окно в мир. В его жизнь врывается бесцензурное кино и видеоклипы. На видеокассету советского производства, которая стоит 40 рублей, месячная стипендия студента, можно записать фильмы об откровенных приключениях Эммануэль и о подвигах Шварценеггера и Сталлоне. Теперь меломаны и музыканты могут увидеть концерты и клипы своих кумиров. Их кумиры играли музыку совершенно разных направлений – от «Новой волны» до «Хэви-метал». Металл становится очень популярным, особенно в Москве. Подростковая аудитория жаждет страшилок. Появляются группы «Мастер», «Коррозия металла», «Фронт», «Чёрный обелиск», «Ария». Многие считали, что музыка – это хэви-метал, да? Это музыка, как правило, людей, страдающих комплексом неполноценности. Вот так троицкий высказался. Потому что они в одиночке ничего не представляют, а когда они собираются вместе все, вот толпа, когда они орут, вот тогда как бы они силы. Это стиль, обязательно нужен хороший вокал, но обязательно, плохо петь в хэви-металле нельзя. В других жанрах можно, наверное. Нужны хорошие музыканты, хорошие аранжировки, то есть понимающие люди, да, в этом деле. И опять же, но обязательно опыт нужен. То есть надо обязательно играть. Театральность требует новой выразительности. Пока кто-то примеряет косухи с заклёпками, ленинградский гений Сергей Курёхин придумывает невиданный жанр. Постмодернистское смешение всего со всем. Интеллектуальный карнавал. Под вопрос ставится не только власть с её приевшейся эстетикой, но и перестроечная романтика, и даже сама рок-музыка как жанр. Курёхин, джазовый пианист-виртуоз, переигравший практически со всеми ленинградскими рок-группами, создаёт проект поп-механика. Здесь может соседствовать оркестр военного округа, домашние животные, рок-музыканты и оперный певец Борис Штоколов. А потом сейчас я попробую в ближайших программах это сделать, внести свою лепту в создание национального колорита рок-музыки. Это на основе поп-механики, используя принцип поп-механики, вот такого коллажирования, такого вот комплексного подхода, как мы с Африкой называем наш метод. Наш метод – это комплексный метод. То есть в единицу труда создать максимальное количество духовной информации. Начинать перестройку с себя, больше демократии, больше социализма, вся официальная риторика отвергается. Появляется ни на кого не похожая группа-аукцион. Эдакие фрики, антигерои, шуты нового времени. О внешнем виде и танцах на сцене шоумена группы Олега Горкуши слагают былины. Ходил, в принципе, так же, как и выступал. У меня был костюм купленный в комиссионном магазине за 20 рублей. Брошечка у меня была одна, мне девушка какая-то дала брошечку, и я его ради этого просто прицепил. А потом брошечки стало две, потом три, потом сто там, иконостас такой. Нас уже, в принципе, знали, слух уже пошел. Вот такой вот идиот, там, Сайгуна стоит, он еще не танцует, еще группа такая вот целу, она просто вынастила. Не теряет позиции Прибалтика. В Литве играет группа «Антис» с лидером по имени Альгирдас Каушпедас. Видевшие ее российские рокеры смело ставят «Антис» в один ряд со звуками му. Наше название «Антис» само по себе означает «газетная утка», поэтому и имидж наш был словно бы нереальный. Мы никогда не были аристократами, но хотели бы ими быть. Мы, можно сказать, выдерживали определенную дистанцию между слушателями и собой, так как наш образ требовал определенного, иногда шокирующего отношения. Перестройка всколыхнула интерес к СССР на Западе. Жизнь в Советском Союзе активно начинает интересоваться молодые иностранцы. Идеями русского рока первой прониклась Джоанна Стингрэй. Она тусовалась с музыкантами и что-то реально делала для них. Она была дочкой богатых родителей и приехала в Петербург, чтобы посмотреть, что это такое. И приехала, сказала, что она певица. Ее звали Джоанна Стингрэй. И она, будучи не в состоянии сделать себе музыкальную карьеру дома, решила, что она может сделать ее здесь. И была абсолютно права. Затем она сделала вообще шаг, который всех потряс. Она фирму «Ямаха» уговорила подарить рок-клубу аппаратуру. Это вообще было что-то невиданное. То есть все играли на дровах, на полнейших. И вдруг приезжает настоящая аппаратура. И мы успешно, значит, там ей пользовались. Ну, а ГБшники трактовали так, что на это просто специально выделялись средства. Джоанна Стингрэй работает на ЦРУ. И в частности, одной из ее задач было, вот, как бы, собирать информацию и заниматься, типа, вот, идеологической диверсией в России. Это двойной альбом «Ред Вейв» «Красная волна». Четыре подпольные группы из СССР. Эти четыре подпольные группы «Аквариум», «Алиса», «Кино», «Странные игры». По стороне на каждую группу. Пленку пришлось провозить контрабандой. Вчера всего 10 тысяч экземпляров. Там, в Америке, эта пластинка не имела резонанса. Мода на серп и молот появится через три года. Для Стингрэй это был чисто альтруистский жест. Главное, на что повлиял выход этого двойника, государственная всесоюзная фирма грандзаписи «Мелодия» обратила внимание на рок-подпольщиков. Первыми выходит «Аквариум». Затем «Кино», «Странные игры», «Алиса». Лед тронулся. Эта пластинка была издана каким-то сумасшедшим тиражом, что ли, 8 миллионов. То есть, по западным меркам, мы должны были уже к тому времени ездить на «Кадиллаках» и, как бы, покупать самолеты себе. А, если я не ошибаюсь, заплатили нам по 300 рублей, значит, каждому. Рокеров уже не может не замечать телевидение. Музыканты становятся символом нового времени. Здесь, на ЧПГН-6, на Ленинградском телевидении, начиная с 1984 года, снимается программа «Кружится диски» с группой «Секрет», а позже музыкальный ринг, на который приглашается «Машина времени», «Аквариум» и другие рок-знаменитости. Эпизодические рок-музыканты мелькают на центральном канале в программе «Веселые ребята». Апогеем в 1986 году становится появление «Аквариума» в утренней почте самой консервативной советской музыкальной программе. «Мы взяты в телевизор, мы – пристойная вещь», – иронизирует Борис Гребенщиков. Музыкальный ринг Тамары и Владимира Максимовых – прорыв для ленинградского телевидения и для всей страны. СССР впервые увидел музыкантов, которых раньше можно было услышать только в записях. Ток-шоу – открытый диалог между музыкантами и зрителями, сторонниками и противниками рок-музыки. Вы пытаетесь вкладывать в ничего не значащие слова, в абсолютно пустые формы, какую-то глубокомысленность, какую-то такую, знаете, великую значимость. Каждое слово, которое я пою, я за него отвечаю. Для меня это живое. Тебе не было страшно? Девочке не было страшно, а мне стало немножко страшно. Вы знаете, у меня тоже. Тоже, да? Взаимно. Я думаю, это ответ. Она поет здорово для первого раза на телевидении. По-моему, она поет здорово для этого. По-моему, это самое главное. Алла Пугачева заступается за браво и телевизор на музыкальном ринге и помогает с аппаратурой для очередного фестиваля Ленинградского рок-клуба. За день до начала фестиваля у нас не было аппаратуры. И как раз во дворце молодежи, где тогда мне довелось работать, эта аппаратура поступила, нераспакованная. И директор молодежи отказался ее предоставить на любых условиях для этого мероприятия. И мне пришлось позвонить Алле Борисовне Пугачевой. С которой мы к тому моменту уже были знакомы. Она как-то с нами пыталась подружиться. Через час меня вызывает директор дворца молодежи и говорит, Николай Дмитриевич, нельзя так. Аппаратуру возьмите, но так больше не делайте. То есть что она сказала, Алла Борисовна, не знаю. Но аппаратуру мы на этот фестиваль имели. То есть отдельное ей спасибо. Рок-музыканты становятся медийными лицами и с телеэкранов перебираются в кино. Сценарий фильма Александра Стефановича «Начни сначала» писался специально под Андрея Макаревича. Алексей Учитель снимает документальный фильм «Рок». Сразу же после выхода фильма Валерия Огородникова «Взломщик» фотография Константина Кинчева появляется на обложке главного киножурнала страны. Это ВГИК, Всероссийский государственный институт кинематографии. Здесь готовят будущих Михалковых и Бондарчуков. Здесь в 1986 году свою дипломную работу Яха представляет начинающий кинорежиссер Рашид Нугманов. Мастером курса у Нугманова был известный кинорежиссер Сергей Соловьев. Последующие пару лет каждый из них снимет по знаковой киноленте 90-х «Игла и Аса». А рок-герои в одночасье станут еще и кинозвездами. Борис Гребенщиков теперь частый и желанный гость в столице. Это не просто поездки в гости, а деловые визиты. С одного из таких визитов началась история фильма «Асса». Боря начал ездить в Москву, и там вот в этих ситуациях каким-то образом познакомился с режиссером Соловьевым, который его пригласил композитором на некий кинофильм, который назывался «Здравствуй, мальчик Бананан». Вот. И, соответственно, у Бори начали спрашивать, кто бы, по его мнению, мог сыграть главную роль в этом фильме. Соответственно, вот Боря Гребенщиков порекомендовал Сергею Соловьеву посмотреть меня. Соловьев приехал в Питер и, соответственно, пригласил меня сниматься в этом фильме. В свою очередь, Бугаев знакомит Соловьева с ленинградскими неформальными художниками и музыкантами. В результате Виктор Цой с группой кино тоже участвует в съемках. Там был забавный момент. Он хотел снять фрагмент, когда Цой поет, а публик объяснуется, значит, что вот, типа, он вышел на большую сцену. И он говорит, что, а как же мы концерт-то устроим, сказал Соловьев. А Витя говорит, а вы, говорит, там где-нибудь кому-нибудь скажите, что будет концерт-кино. И пришло там пять тысяч человек. И тут Соловьев понял, что, в общем, он попал в точку. Это был полноценный, совершенно непредсказуемый культурный диалог, диалог поколений, потому что, естественно, скажем, представьте себе, в одной комнате находятся и Говорухин, и Цой, и Гребенщиков, и Тимур Новиков. То есть это, я имею в виду, величины, как бы разделенные возрастами, но, тем не менее, находящиеся примерно на одном уровне культурного своего влияния и значения. Дипломная работа Рашида Нугманова «Яха» была показана в 1987 году на Московском кинофестивале, где сразу же получила приз. Нугманова приглашает на казахскую киностудию снять фильм о молодежи. Название у фильма уже есть – «Игла». Рашид выдвинул свои условия – в свободное обращение со сценарием, в главных ролях не профессиональные актеры, а друзья-музыканты. Представители киностудии согласились. Я тут же тогда сразу позвонил Виктору и говорю, вот Виктор, вот такая штука. То есть мы предполагали где-нибудь к 90-му году получить картину, а сейчас вот подвернулось. Конечно, берем, берем. Читать будем, не будем. Нет, какая разница. Панталоны. Я сразу вижу, где человек может в камеру абсолютно спокойно держать, естественно, который и тот, кто не может. И Виктор, безусловно, актер великолепный в этом плане. Он может было мечтать для режиссера, который работает в импроизоляционной манере. После съемок в кино Борис Гребенчуков, Виктор Цо и Константин Кинчев становятся суперзвездами. Зрители хотят слушать любимых музыкантов вживую. Все происходящее не может не влиять на позицию чиновников от культуры. Рокерам разрешают выступать на больших стадионах и получать за выступление деньги. В конце октября, начале ноября 1987 года, здесь, во Дворце спорта «Юбилейный» проходят первые стадионные концерты «Аквариума». Все песни разрешены к исполнению. Многотысячная толпа внемлит каждому слову БГ и хором подпевает «Под небом голубым есть город золотой». Следом за «Аквариумом» в «Юбилейном» выступают кино и Алисам. С этих концертов начинается фактическая легализация всего отечественного рока. Концерты проходят при небывалых аншлагах. Публика, которая ломится в «Юбилейный», наводит ужас на работников Дворца спорта. Сюда стягиваются огромные силы милиции, как на подавление бунта. Первый большой концерт был 87-й год, где нас начали винтить и меня закрывать. Потому что я, в общем, вышел из-под контроля и, соответственно, просто обком партии-то испугался, что вот вроде как создавали, чтобы управлять, а тут уже такая стихия, с которой, в принципе, справляться сложновато. И решили меня закрыть. В газете «Смена» появляется статья «Алиса с косой челкой», обвиняющая группу фашизм. На Кинчева заводит уголовное дело. Константин подает на газету в суд и выигрывает его. Это была первая победа рок-музыкантов в борьбе с системой. Газета «Смена» признал, что 17 ноября 87-го года, во время концерта рок-группы «Алиса», Панфиловым, Кинчевым, Константином, не произносились слова «Хай Гитлер», и что автор публикации «Алиса с косой челкой», «Кокосов», строго наказан. Одна из главных горбачевских реформ – свобода перемещения по миру. До 1987 года Запад как миф о загробной жизни. Кто туда уехал, уже не возвращается. Теперь можно увидеть Ливерпуль или Нью-Йорк воочию. Стало возможно выехать за рубеж и увидеть, как это делается в мире. Это была вторая колоссальная школа. Потому что одно дело все это слушать на пленках, а другое дело пообщаться с людьми и увидеть, как они выкладываются по-настоящему. То, чего наши артисты до сих пор не умеют делать. И посмотреть студии, поработать как-то там. Это было очень много. Все чаще и чаще в жизни рок-музыкантов появляются международные аэропорты. В конце 1987-го, в канун Нового года, Борис Гребенщиков улетает в Америку. В Англии оседает группа «Звуки му». Брайан Ина записывает им альбом. В Голландии и Францию разлетаются группы «Телевизор» и «Кино». Во второй половине 80-х мода на все русское, включая рок. Долгожданный ветер свободы дурит голову всей стране. Неформальные молодежные группировки выходят из-под контроля. Милиция уже ничего не понимает и вяжет всех без разбора. В это время рок становится музыкой времени. Как Марсельеза в революционной Франции или Варшавянка в 1917-м. Рок-революция свершилась. Рок пошел по самому мощному каналу массовой информации. И обрушился на головы всем. Детей, пенсионеров и так далее. Я шел у себя там около Нового цирка по проспекту Вернадского днем. И шла группа дошкольников. По-видимому, 5-6 лет дошкольники шли парами во главе с своей воспитательницей. По-видимому, то ли в цирк, то ли из цирка. И при этом они пели песню. И это была не песня про чебурашку и не песня про крылатые качели. Они пели своими этими детскими песклявыми голосами песню «Скованная одной цепью». Группы Наутилус Помпилиус на стихе Ильи Кормильцева. Скованная одной цепью, связанная одной... На запреты уже никто не обращает внимания. Музыканты поют незалитованные песни и открыто отстаивают свои права. Здесь, на Зимнем стадионе, в июне 1988 года прошел седьмой фестиваль Ленинградского рок-клуба. Власти пытаются запретить мероприятия под различными предлогами. Участники и гости фестиваля во главе с Михаилом Барзыкиным из группы телевизор устраивают демонстрацию и проходят маршем до Смольного. Коля Михайлов шутит. Если хочешь, иди вон демонстрацию собирай. И веди ее к Смольному. Может быть, разрешат. Но, так как выхода не было, я пошел на улицу, начался звать людей. В общем, через некоторое время человек сто образовалось вокруг. И мы потихонечку, обрастая, массами двинулись в сторону Смольного. В результате, ближе к Таврическому саду нас было больше тысячи. Люди просто из окон махали. За что идем? За рок-н-ролл все вперед. Последнее отчаянное сопротивление системы сломлено. С опозданием на сутки фестиваль начинается. С тех пор в Ленинграде рок-концерты больше не запрещали. Было, конечно, совершенно фантастическим по накалу эмоций, по количеству выступающих там. Что очень важно, на этом фестивале уже не было звезд. Аквариум где-то был в разъездах. Кино где-то было в разъездах. Зоопарк где-то там гастролировал по стране. И главное, что никто не заметил, что вот этих китов, на которых всегда держались фестивали рок-клуба, их нет. И без них все совершенно прекрасно прошло. Вторая половина 80-х – время больших фестивалей. Их проводят чуть ли не каждый месяц по всему Советскому Союзу. Их уже не прячут за какими-то стыдливыми определениями, вроде «смотр-конкурс» или «самодеятельная песня». Самый большой проходит в подмосковном Подольске. На сцене, совершенно не предназначенной для таких мероприятий, за три дня перед 15-тысячной аудиторией отыграли 20 групп со всей страны. Практически все уже признаны звездой. Зоопарк, Калинов мост, Бригада С, ДДТ, Облачный край из Архангельска и многие другие. Ну было единение, чего сейчас нет. Тогда это было единение, и все жили одним. Кто-то о люберах рассказывает. Ну, я их не замечал. Наверное, они были, потому что там что-то и дрались, и все там. Но мы как-то спокойно ходили в магазин за вином, покупали вино, переливали его в пакеты из-под молока, потому что пить нельзя было, милиция следила. И сидели вот так, тут же сидели другие люди, тоже с пакетами из-под молока, и тоже как-то выпивали. И тут же сидела комиссия какая-то с Министерства культуры, которая вот, а это же конкурс был. Ну здорово. Такой большой фестиваль, огромный, много групп очень приехало. Из разных, вообще из всего бывшего Советского Союза. Очень много поганых групп, неинтересных было, но много великих. Называют русским вудстоком, и сейчас собираются выпускать даже DVD. Для меня нет, я как-то мне по барабану. Это был очередной фестиваль. Конечно, эти ребята подвижники и молодцы большие, те, которые это сделали, но какой-то к чертовой матери вудсток. Я хотел бы пойти, но я не знаю... Суперзвезд начала 80-х незаметно сменяет следующая волна. Чтобы добиться звездного статуса, аквариуму и машине времени потребовалось больше десятилетия. Идущим за ними для этого нужно год-два. При этом общее дело еще по-прежнему объединяет рок-музыкантов разных поколений. Люди могли ходить на концерты друг к другу, на маленькие даже концерты, как-то общаться друг с другом, ну и, в общем, немножечко вариться в своем соку, который, как вы знаете, всегда отличался от официального сока, в котором варилось все остальное. Вот группа, которая сейчас выступает молодые на фестивалях, когда проводим фестивали, я вижу, группа отыграла и сразу свалила. У нас такого не было. Мы все группы, которые играли на фестивалах, мы все фестивали осматривали. На каждый концерт любой группы, даже если она была незначительной, если она, ну, так себе, мы шли в бар. И если она крутая, никто в баре не сидел, это был показатель большой. Если никого в баре нет, значит группа очень хорошая. Если в баре нет народа, значит группа не очень хорошая. Вот и все. Понимаете, интерес был не в каком-то бабле, да, как у многих сейчас, а интерес был именно в встречах с людьми, в каком-то общении, в каком-то бесконечном абсурде. Существование, бытия, проживание, в каком-то бесконечном полете просто, я не знаю. Пешком никто не ходил в те времена. У меня такое ощущение, что мы все летали. Для полетов во сне и наяву есть все. От общественного интереса до свободы передвижения и музыкальной солидарности. В Ленинград приезжают запрещенные у себя в Омске лютые сибирские панки, гражданская оборона Егора Летова и Янка Дягилева. Я был директором, я их привел в руку, да, но переезжать они не переехали. То есть это моя была мечта, чтобы они переехали и работали в Питере, но не сложилось. У них все другое абсолютно. Все ярче, все жестче. У нас все такое мягенькое было, в основном благодаря аквариуму. У нас все такое красивое, как бы, сладкое, а у них все так по-застоящему. За что, собственно, я их очень полюбил. Ну, и не все полюбились здесь, ну, ту же оборону, например. Янка-то, как бы, она более органично вошла, конечно. Рок-н-рольный караван колесит по всей стране. Во второй половине 80-х музыканты из разных городов чаще встречаются не на кухне, в гостях у общих московских или ленинградских друзей, а случайно в гостинице, где-нибудь в Кемерово или Керчи. Точно было с ощущением каждого концерта, что, скорее всего, он последний. И поэтому надо сделать все, что ты себе напланировал на всю свою длинную, там, рок-н-рольную жизнь. И там понятия каких-то бытовых райдеров, это вообще не существовало. Мы приезжали в Челябинск, это мы жили на квартире. Вот мы утренним рейсовым автобусом приезжаем, от автовокзала пешком приходим на какую-то квартиру. На квартире на полу лежит в полном составе группа «Наутилос». На полу такие спят. Они с вечера приехали. Это был тот период, когда рок-музыка, конечно, можно было зарабатывать деньги, и очень неплохие по тем временам. Я помню свои первые тысячи рублей, которые мне выдали кирпичом по одному рублю. Знаете, вот так вот получил. А тысячи рублей – это были гигантские деньги. Только делать с ними было абсолютно нечего, потому что магазины были пустые. И вообще, ну не в ресторанах же все пропивать. В 89-й год мы играем в Минске, на футбольном вот этом огромном стадионе, с бригадой, и гроза. Гроза, а у них нет даже навеса. Ну, еще такие времена были, что сцена есть, навеса нет. Гроза жуткая. Бригада говорит, мы не будем играть, убьет нафиг, потому что просто убьет. Электричество. Ну, а нам что-то все по барабану, мы будем играть первыми. И за каждым из звуков «Му» стоит солдат с зонтиком. И, значит, я помню, что очень пришлось трудно солдату, который над Мамуновым зонтик держал, потому что тот во время грозы так куражился, и скакал, и его еще током било от микрофона, и чуть не убило. Кемерово и Керчь с их спартанскими условиями постепенно сменяют Лондон и Нью-Йорк. В зарубежные гастроли отправляются почти все известные рок-группы. Встречают их с интересом. Холодная война закончена, все русское в моде. Достаточно большой помпой все это было организовано. То есть интервью BBC на фоне Биг Бена, газеты там, ну, все до кучи. Отель Ритц, окна на гайд-парк, выступление Town & Country Club. Конечно, это для нас было круто, когда ты прилетаешь в Штаты, и на Times Square идешь и видишь себя, как ты выходишь с самолета. И о тебе рассказывает CNN, что прилетела советская знаменитая рок-группа, которая будет здесь играть. Конечно, это было круто, потому что молодой парень в чужом совершенно городе в огромном идешь, и ты это все видишь. Это, конечно, была фантастика. Ушедшие в свободное плавание группы уже не нуждались в поддержке рок-клубов. Значение их стремительно падает, и к началу 90-х почти все рок-объединения распадаются. Большинство групп, которые тогда вот на первой волне вошли в рок-лабораторию, собственно, через некоторое время из нее вышли, потому что они могли пуститься в самостоятельное плавание. Ну, в первую очередь, такие группы, как «Звуки Му», вот, им стало тесно в рамках рок-лаборатории. И поэтому там оставались как бы все менее и менее значимые группы, вот, и она просто исторически себя изживала. Рок-клуб, к сожалению, он концертной фирмой, к сожалению, так и не стал. Представляете, сейчас рок-клуб был бы такой какой-то жирной коммерческой организацией, да? Это было бы неправильно, наверное. Всему свое время, время разбрасывать камни, время собирать, и рок-клуб, он был, когда это было необходимо и нужно. Он был этим просто сгустком энергии, этой дверью, куда все заходили, да? И дверь эта вела в пространство, в пространство замечательное. А потом эта дверь закрылась, ну, зато открылись другие. Круговерь гастролей, толпы фанатов на стадионах, восторги в прессе. Наши музыканты быстро переняли манеру поведения и соответствующий образ жизни западных рок-звезд, со всеми атрибутами. Было все – алкоголь, выбрасывание телевизоров из окон. Я помню, как Андрей Васильев чумой, чумычкиным, да, гитаристом Алисы, царство небесное, сжигали деньги в гостиничном номере. Был огромный костер, я захожу, вызвали пожарных. Они абсолютно пьяные валялись, и огромный костер из денег просто горел в этом номере. Помню, что в Эстонии нас просто принимали как супергруппу. Строили нам такой банкет в главной гостинице города, в Виру. И метродотель, извиняясь, мне как директору сказал, «Знаете, у нас Горбачев запретил алкогольные напитки, они очень исполнительные, и нет в городе никаких алкогольных напитков». Я очень расстроился, говорю, что это за банкет для звуков «Му» без алкоголя. Он говорит, «Ну, мы можем вам предложить шведское безалкогольное пиво». А так как у нас еще не было никакого безалкогольного пива, я говорю, «Только ребятам не говорите, что оно безалкогольное». Это сработало на 100%. Братья Мамонову выпили по ящику этого пива и отключились. В тот момент, когда я уже не знал, как их увезти в нами распать, я Мамонову сказал, «Петя, вставай, это был обман, это безалкогольное пиво». Он тут запротрезвел, как человек железно разумный. А Лёлик только поднял глаза, его брат, он говорит, «А вот брата не обижай, Лёлика». Это была шутка. И донес его сам, чтобы хоть брат так и в этом опьянении и заблуждении попробовал до утра. Это угар. Я глубоко счастлив, что я и мои ближайшие друзья остались живы после этого периода. Это я нисколько не преувеличиваю. Это был какой-то тихий ужас. Многие из нас до сих пор отойти не могут и не хотят даже слышать об этих годах и вообще об этом периоде. Последняя рок-революция в СССР закончилась довольно быстро. К 90-му году стало ясно, что советский Вудсток стремительно идет к концу. Причем конец для многих был трагическим. Янка Дягилева, Александр Башлачев, Виктор Цой, Майк Науменко. И если в августе 90-го гибель Виктора Цоя в автокатастрофе воспринималась как национальная трагедия, то годом позже о смерти Майка Науменко практически не говорили по радио и не показывали по телевидению. Смерть Цоя – это был взрыв. О смерти Янки, Башлачева, Майка Науменко – это свечки погасли. Понимаешь, и, ну, не знаю, кому как, но творчество Янки и Башлачева – это все-таки не для всех. Рок-сообщество стало распадаться. Кто-то колесил с турами и не вылезал из телевизора, а кто-то остался неудел. Клип на песню «Все это рок-н-ролл» стал последним гимном золотому рокерскому братству. К началу 90-х русский рок достиг пика формы и вплотную приблизился к пропасти. Практически уничтожив советскую эстраду, рок, незаметно для самого себя, стал превращаться в столь нелюбимую им поп-музыку. Стадионы, толпы истеричных поклонниц, интервью на центральных каналах телевидения. При встрече друг с другом вчерашние дворники и сторожа обсуждают не музыку и тексты, а гонорары и менеджеры. Вместо «Мы отыграли» повсеместно звучит «Мы отработали». Пока еще рок-звезды признаны авторитетой. Но их новая массовая аудитория легко меняет свои привязанности. Наступающее десятилетие станет для русского рока серьезной проверкой на прочность. Но это уже другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Конец 80-х. Золотая эпоха русского рока. Был противник, советская власть. Она ослабла, уже давала петь, но еще вызывала сильнейшее раздражение. Противника не стало, смысл искусства потерялся. В 91-м году это противостояние завершилось. Советский Союз перестал существовать. С исчезновением идеологического пресса стало разваливаться и рок-движение. Противостоять стало некому. С политической карты мира исчезает социалистический лагерь. ГДР объединяется с ФРГ, распадается Югославия. Советский Союз лихорадит. Прибалтийские республики требуют независимости. В Вильнюсе советские войска штурмуют телецентр. Ты вчера был хозяин империи, а теперь сирота, поет Юрий Шевчук. Реальность становится абсолютно иной. Не той, в которой существовали и с которой боролись рок-музыканты. Где он, комсомол? Нет комсомола. Где оно, КГБ? Его вообще переименовали? Минкульт? Кому он нафиг нужен? Союз композиторов дано, организация никому не нужных пенсионеров. Бороться стало вроде бы не с кем. Петь сердитые песни, бить себя в грудь и объявлять, что мы ждем перемен. Окей, эти перемены пришли вроде бы как. Вся социалка, о которой пел Борзыкин, и многие другие, и я тоже. Многая социалка, она просто перешла на страницы газет. Поэтому очень многие перестали петь на эту тему. Стали петь просто о любви. О любви у многих, к сожалению, тоже таланту не хватило. Состояние такое, знаешь, легкое сотрясение мозга такое. Потому что, в общем-то, люди более взрослые, более серьезные, и те, которые на осознанном уровне все это могли со стороны наблюдать, они, в общем, поняли, что наступает такой период, с одной стороны, вроде больше самостоятельности, а с другой стороны, непонятно, что делать с этой самостоятельностью. В августе 1991-го последняя попытка коммунистического путча закончилась распадом от СССР. Горбачев сложил свои полномочия главы страны, президентом нового государства стал Борис Ельцин. В Новой России свобода передвижений и эстетическая толерантность. Это самая свободная страна. Все, о чем мечтали на кухнях, сбылось. В первой половине 90-х символом страны становится здание Белого дома. В 91-м году во время путча его защищают. Вокруг него брикады. На брикадах рок-музыканты. Андрей Макаревич, Константин Кинчев, Гарик Сукачев. Позже в Кремле Ельцин вручает музыкантам медали защитников Отечества. Константин Евгеньевич Кинчев просит Бориса Николаевича Ельцина сделать козу. Борис Николаевич воздерживается. К началу 90-х на Западе русское уже не в моде. Перестройка закончилась. Советские рокеры возвращаются домой. Они не стали звездами на Западе, да и на родине. Публика хочет чего попроще, повеселее, подо что можно потанцевать. В топах популярности на смену кино и на Утилусу приходят «Ласковый май» и «Мираж». Потому что перенасытили, наверное. И вот все наши концерты, которые были такого стадионного уже уровня, и когда мы ездили буквально по тем же стадионам, где играли «Ласковый май», только мы ездили с аппаратурой, с инструментами, а они, стало быть, с фонограммой, то публика-то была на самом деле одна и та же. Вот примерно ходили, примерно одни и те же люди ходили. В этих городах маленьких. Просто было некое увлечение всем этим. Все филармонические коллективы вдруг стали рок-группами. И вдруг они все оделись в лосины, цепей на себя, и это все стало на какой-то действительно кукольный театр походить. То есть мы вдруг понимали, что зрителю выцепить что-то настоящее достаточно сложно. То есть он идет по городу, вот простой там обыватель, рок-группа, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И он приходит на стадион, там какая-то хрень, какие-то люди в колготках скачут, мужики какие-то. И дурными голосами что-то верещат, орут. В экономике сперва павловская реформа, обмен денег в результате которого миллионы граждан теряют свои сбережения. Затем шоковая терапия Егора Гайдара. Диктат цензуры заменился диктатом рынка. А на рынке главное – доход. Все, в общем-то, каким-то образом уперлось в забор кооперативных ларьков. И вот после этого народ так вот дифференцировался, рассеялся. Те, кто, значит, не занялся в этот момент предпринимательством, те, значит, считались лохи, жесткие. А кто занялся, буквально через два года либо пропали по одной причине, либо по другой, либо по своей инициативе, либо по чужой. Кто-то пошел торговать пивом, я знаю массу музыкантов хороших, которые не выдержали. Кто-то пошли аккомпанировать в то время популярным певцам, певицам, они пошли туда, за небольшие деньги изображая из себя мебель. Я, например, работал сторожем. На той базе, где мы репетировали, хранилась аппаратура, я там работал сторожем, по-моему, за 50 долларов в месяц. Это с 92-го по 94-й год. В мировой рок-музыке смена поколений не менее трагична. Умирают Фредди Меркери, лидер Куин и великий джазовый музыкант, Майлз Дэвис. Распадаются группы, определявшие музыку 80-х. Токен Хэтс, Юритмикс, Дайр Стрейтс. На смену приходит новая актуальная музыка. В Америке появился гранж. К этому времени Нирвана записала самый главный альбом 90-х. По-моему, 91-й год на его майнд. Плюс Перца записали. Блаз Чуба, Секс Мэджик, по-моему, да-да-да. Все, и музыка изменилась. В начале 90-х все играли по клубам, кто играл, все играли под Перцев, а либо под Нирвану. Мы попали на вот этот переходной момент от русского рока к взаимствованию западного. Соответственно, уже наш менталитет внутригрупповой развивался на основе западной музыки. То есть мы хотели звучать, как заграницей группы. Поколение 90-х уже не хотело, чтобы на Западе их ставили в ряд балалайка-перестройка Горбачев. Они хотят стать мировыми рок-звездами, говорить на одном языке с Куртом Кобейном. Петь по-русски снова не модно. На рок-концертах, как и в 60-е, родная речь сменяется английской. Ну, в начале 90-х, я думаю, что группы, которые пели на английском, все-таки стремились попасть на Запад в первую очередь. Получить хорошие контракты, выпустить там альбомы. И даже многим это удавалось, как это ни странно. Сразу же, на самом деле, вот это понятие русского рок-барда у меня отошло далеко, далеко. То есть, скорее, его задвинуло как можно дальше, да. Потому что, ну, и музыкой стал, как бы, сочинять уже сразу, как бы, знаешь, петь по-английски. Ну, это можно назвать таким, как я тогда называл, древнесаксонский язык. Сам уже придумал. На самом деле, это просто отрывки, как бы, я услышал, да. То есть, не ужасно хотелось петь, как они, понимаешь, да. То есть, никто не думал ни о какой коммерческой основе. Все думали о том, чтобы играть рок, как чтобы он был похож на тот рок, который играется в тот данный момент на Западе. Рок-клубы образца 80-х перестали существовать. Концертные залы для молодых закрыты, а выступать в ресторанах им противно. Снова светит одна дорога. Назад в андеграунд. Квартиры друзей, репетиции в подвалах, пение в подземных переходах. Но на дворе другое время. Вместе с новой музыкой появляется новая среда ее обитания. Петербург, угол Малого проспекта и 16-й линии Васильевского острова. Сейчас здесь филиал театра «Сатиры». А в 92-м году здесь открылся легендарный клуб «Там-там». Место сразу же становится культовым. Здесь во дворе и в помещении самого клуба собирается самая экстремальная молодежь. Клуб занимает первые два этажа. Третий этаж – милицейское общежитие. Для того, чтобы попасть на концерт без билета, нужно по этим сооружениям оказаться у нужного окна. Ошибся окном – попал в милицейское общежитие, где тебя сразу же готовы повязать. Клуб создал Всеволод Гакель – самый изысканный музыкант, развалившийся на тот момент аквариума. Идеология «Там-тама» – свобода самовыражения. Это первое место в России начала 90-х, где можно исполнять и слушать альтернативную музыку, которую играют никому неизвестные молодые негодяи. Эти группы стали индикаторами. Когда я увидел, что на них приходит огромное число людей, уже готовых слушать их музыку. И буквально через месяц люди потекли в этот клуб. Концерты были раз в месяц, но молва мгновенно распространилась по этому городу. Не то, что новое место, а просто место, потому что в городе вообще ничего не было. Мишамина была абсолютно такая полная в плане стилей музыки. Это могли быть люди, читающие стихи под магнитофон, совершенно очумелые какие-то. Или там какие-то шаманы с бубнами, с флейтой, в космических шлемах, обклеенных фольгой. Это новая эра рок-н-ролла, можно сказать. То есть, если бы первая была ленинградские рок-клубы были, да, ленинградские, московские, свердловские, это самая лучшая дорога, то там-там, это, можно сказать, вторая эра, как бы, как-то не могу назвать его русским роком, понимаешь? Это не русский рок совершенно, совсем другая культура. В этом смысле в Санкт-Петербурге, конечно, уникальный опыт клуба там-там, который просуществовал, ну, на самом деле, очень долго, который сплотил, как бы, независимую сцену. По части андеграунда полный искусств Москва отставала от бедного, но гордого Питера. Впрочем, молодые постепенно прорываются и в столице. Аналогом там-таму, наверное, но, конечно, с большими поправками, является, являлся клуб «Секс-н-Фост», который благополучно сгорел. Александр Ф. Скляр из группы «Вабанк» был его председателем, президентом, по-моему, если я не ошибаюсь. Это была вот такая первая площадка, где можно было играть в настоящие концерты. Где-то через год стало полегче, поскольку открылся клуб «Бункер» на Рижской. То есть группу могли уже делать мини-тур и питерские, и украинские, и прибалтийские. Они, допустим, в пятницу играли в «Секстоне», а в субботу в «Бункере». И наоборот. В 90-е бурно развиваются компьютерные технологии. Меняется способ звукозаписи. Звук становится цифровым и переносится на лазерный диск. В итоге появляется принципиально новый носитель. Компакт-диски появились в 1982 году. Первые CD-проигрыватели стоили 1000 долларов. Покупатель совершенно не был готов к таким ценам. Но к 90-му году цены устаканились, и продажи компакт-дисков по всему миру составили 1 миллиард. А к 95-му году 70% всех звуковых носителей — компакт-диски. Появление нового формата вновь изменило подход к музыке. На CD помещается 70 минут материала, тогда как на виниловую пластинку всего 50. Изменилась сама концепция альбома. Раньше это были две части, теперь единое целое. Позволить себе выпустить компакт-диск — дорогое удовольствие. Здесь каждый крутится как может. Кто поизвестнее, пытается найти студию и издателя. Молодые арендуют аппаратуру, чтобы сделать демо-запись. Надо было нам записать какую-то демо-не-демо, чтобы хоть как-то люди поняли, что такое рок-группа наша классная. И, естественно, я попросил деньги у папы своего, который тогда, в общем-то, неплохо вполне зарабатывал. И дал он что-то там долларов 150, что ли. И этого хватило оплатить, так сказать, не студию, а аренду аппарата, который мы выставили на сцене клуба «Полигон» и записали все живьем. Люди, которые занимались музыкой на сцене клуба «Там-там», мы были первые, кто получил контракт настоящий с фирмой заказаписи. Тогда было довольно сложно печатать компакт-диск. Это была довольно дорогая история. Очень многие нам завидовали, потому что это действительно было очень круто, что ты можешь просто прийти в студию не за свои деньги, а за деньги, которые платит издатель. Издатель все это напечатает, в коробочках привезет, и в магазин все это будет продаваться. Мы первые записали диск, первые среди неформальных групп записали диск полностью, целиком, на западной студии. И не важно, что это была финская студия. Я знаю, что некоторые, как бы так, с некоторой иронией к этому относятся. Очень зря, значит, они просто не очень хорошо понимают, в чем дело финские звукозаписывающие ребята, одни из самых мощных в мире вообще. И это было финское отделение EMI. Вот, поэтому ни много ни мало мы оказались в самой экипированной студии по мировой шкале. Эх, моя черная зная, Эх, моя сабля тревая. Ну и демонстрационная запись, и даже выпуск CD ничего не дают. Для того, чтобы компакт-диски продавались в магазинах, записанные песни должны звучать не только на концертах. В начале 90-х появляются первые частные радиостанции. Вот этот вот контейнер, диджеи называли его «вагончик», помещение радиостанции «Радио-1 Петроград», радиостанции, в эфире которого звучит только рок-музыка. В Москве уже вещает SNC, а из норвежского «Осла» – «Радио-рокс». Естественно, рок-радиостанции не могут обойти вниманием и отечественных рокеров. Новые труженики эфира выросли на русском роке. Это выпускники журфака, молодые актёры, сами музыканты и просто меломаны любых профессий. При этом они сверстники новой волны, тех, кто родился в 70-е и вышел на сцену в начале 90-х. Поэтому «Нирвана», «Перцы» и «Фейт-но-мо» – это их музыка. У каждого диджея своя аудитория. Эта аудитория постоянно приходит в клубы, эта аудитория постоянно слушает группы, которые играют в клубах. Эта аудитория прислушивается к мнению тех диджеев, ко вкусу тех диджеев, которых они видят на сцене, которых они слушают в эфире. Нам кассеты присылали, я даже могу пару курьезов назвать. То есть у нас была кассета, прислала нам из Австралии. Кассета от группы «Би-2». Король и Шут, Сплин, Чишик и, может быть, некоторые другие коллективы. То есть для них радио это было таким, естественно, глотком. Просто тупо по телефону, там, у меня есть новая песня. Да ты чё? Да. Ну чё, приноси, послушай. Там раз послушали, вообще реально. Ну что, да сейчас тебя прямо поставим, что ли? То есть не вопрос. Нам повезло, в этом смысле всё так совпало, что когда мы записали первый альбом, тут в Пистере появился радио-1 такой, который стал рок-музыку крутить современную, и русскую там, в том числе, там немного, но она была. И как-то они сразу несколько наших песен взяли, они крутились там. Не то, что сразу популярность, но, естественно, если группа попадает в радиоэфир, она имеет возможность собирать какие-то залы. Нечто похожее происходит из телевидения. Пророчество БГ «Ещё немного сбудется мечта, и наши люди займут места» отчасти оправдывается. Люди, любящие новое, молодое, некоммерческое, появляются и на телевидении. Поколение 90-десятников не пропускают ржавые провода и лестницу в небо в Петербурге, и особенно программу А на российском телевидении. Программа А, ну это само собой, это вообще как бы не обсуждаемо. Это как бы там и клип можно было показать, там, по-моему, показывали клипы все, кому не лень, даже довольно такие. Когда мы снимались в рамках программы А, мы разгромили студию, и, то есть, это было показано по телевизору. Тогда это всё-таки было такое, ну типа, вот свобода, ну давайте, а давайте вот эти ребята там играют панк, а давай покажем их, ну давай, типа, это не стоит ничего, не надо заносить там никому никаких денег, не надо каких-то сложных договоров, а вот просто некий и общественный интерес, с одной стороны, и творческий интерес людей, которые там создавали телевидение того времени, позволял таким странным экспериментальным формам музыки и творчества вообще попадать в прямой эфир. Теперь клипмейкер, режиссёр видеоклипов, одна из самых нужных профессий. В Петербурге Борис Деденёв снял легендарный клип на песню ДДТ «Что такое осень?». В Москве-то он задаёт Михаил Хлебородов. Клипы делают славу и поп-диве Натальи Ветлицкой, и группе Агата Кристи. Хлебородов по тем временам, он вот эту самую фишку, что ли, грубо говоря, очень чётко понял, что такое клип. И вот я считаю его вообще основоположником, как бы он заложил ту самую традицию, которая вот потом уже превратилась в то, что мы имеем, в настоящий такой клип. Снимали, слава богу, более-менее умелые ребята. Это Валя Песоцкий и Андрей Козловский. Они достаточно много клипов в том времени сняли. И, в общем, это, конечно, спасло ситуацию, потому что мы абсолютно не понимали вообще, как-то всё будет происходить. Пока сам не попробуешь, это вот ни то тебе не объяснит. Мы тогда вообще были в этом всё новички. Но самое весёлое было, да, что я солировать должен был песен, как «На войне» называлась. Но у меня первый раз в жизни флюс скачал. В результате в клипе я с флюсом. Ни одного крупноплавного там нет. Для съёмок клипа нужны достаточно большие деньги. Позволить себе такое могут только рок-звёзды вроде ДДТ, Алисы, Чаев. Что касается новой волны, то они выходят из положения как могут. Обращаются к друзьям-телевизионщикам, пробуют сами. Снимали мы на пряжке его, на песню «Колыбельная по-снайперски». Клип был абсолютно аскетичным. Мы были на велосипедах ездили, и, собственно говоря, была какая-то башня, ротонда. Но его любят очень. Ну, это такая авторская работа. Я лично ездил в Москву, поставили клип «Милитри Джейн», туда ещё назывались программа «А» на российской телевидении. Это было годов 96-м или 5-м. Мы приехали, показали клип, они сказали «О, это русский там Перл Джамм». Мы ставим это в эфир завтра и поставили. Насколько я понимаю, один раз. Нам, например, с группой «Милитри Джейн» было тяжело туда попасть. Мы играли такой достаточно классический гранж. Но зато вся эта атмосфера и то, что все вместе тогда находились, это всё время толкало к креативу. Вот, я бы сказал, это очень правильное слово. Прошедшие с начала девяностых пять лет чётко обозначили развитие российской демократии. Резкое расслоение общества на богатых и бедных. Война в Чечне, заказные убийства. При этом открыты возможности для любой деятельности. Всё зависит от собственных способностей и желаний. Поп-музыка, не гнушаясь в средствах, рвётся в чарты. Рок-звёзды продолжают петь о наболевшем, а молодая альтернативная сцена ищет новые темы и новый язык. Мы не думали о том, что нам куда-то надо выбиваться. Да насрали мы на это, выбиваться. Нам пофигу было. Мы настолько жили рок-н-рол, что мы думали, что мы умрём так же, понимаешь, да? Неважно. Мы не думали о будущем, понимаешь, да? Но фьюч фаю. Какой к чёрту. Нам интересно было, здорово, и мы думали, что мы с собой молодыми. Но это было такое общее поветрие. Создавать группы, это так было очень популярно. В каждом подвале сидело по нескольку коллективов, которые друг за другом репетировали. Безостановочно. Я думаю, что в тот момент в Питере было там несколько тысяч групп, наверное. Мне нравилось это время. Оно было таким хаотичным, без как бы, в чём-то, наверное, беспринципным и таким суматошным. Но в хаосе обычно, как правило, что-то изрождается. Как в космосе, так и в среде гуманоидов. Поэтому, на самом деле, это было довольно творческое время, на мой взгляд. Но клубные рамки для молодой шпаны уже тесноваты. Им хочется аудитории помасштабнее. По одиночке ни одной из молодых групп большую площадку не взять. И тогда они объединяются. Это ДК Горбунова. Знаменитая горбушка. Главная рок-н-рольная площадка столицы. Именно здесь 90-е выступают рокеры. А ещё в духе лихих 90-х вокруг ДК возникает огромный стихийный рынок, на котором торгуют контрафактной пиратской продукцией. Вот здесь по аллейкам и прямо у памятника Ильича вначале продаются виниловые пластинки и видеокассеты, а после CD и DVD. В 95-м году Александр Эвскляр начинает проводить здесь отборочные туры фестиваля «Учитесь плавать». Эти фестивали – логическое продолжение радиопрограммы об альтернативной музыке с таким же названием. Чтобы придать мероприятию действительно международный статус, организаторы под предводительством Александра Эвскляра приглашают западных музыкантов. Вдруг выяснилось, что есть действительно довольно большое количество артистов западных, которые хотят приехать в эту страну, которым интересно не просто коммерческая гастроль, не просто зарабатывание денег, а интересную новую аудиторию. Но каждый раз это был именно фестиваль, мы старались к нему подтянуть какие-то наши отечественные группы. Там ничего искать не надо было, они находились сами. Программа была единственная такая на нашем московском ФМ-горизонте. Все альтернативные молодые люди, с бородками, играющие нью-метал, конечно же, все там были, толпы там ходили огромные. В тот момент это было актуально, и был такой своеобразный ответ американского фестиваля Лобополуза. Туда стремились попасть совершенно все группы, которые в той или иной степени имеют отношение к альтернативной музыке. И попасть туда, это значило, что ты состоялся как артист, и тебя туда взяли, значит, ты уже, что ты себя представляешь, достойная. Встряхнувшись после тяжелой пятилетки и снова прочно встав на ноги, ветераны русского рока пытаются помогать тем молодым группам, чья музыка им симпатична. Сперва советом или знакомствами, затем выводят молодых на большие сцены. На нас еще приходят, но мы, может быть, более народные, да, понятные, там, нас знают, но, видишь, вот, даже БГ, там, Аквариум, там, ДДТ, там, какие-то группы старые, их просто знают. А вот молодежи сейчас плохо, молодежи сейчас очень тяжело, потому что раскрутиться, там, играть в эти игры шоу-бизнеса, многие не хотят, ну, раскручиваться по-поганому, да. А с другой стороны, нет менеджеров, вот, которые бы занимались серьезно рок-культурой, потому что, как элитарная форма творчества, она не приносит серьезных доходов. Летом 1996 года театр ДДТ устраивает на стадионе Петровский и большой фестиваль наполнен небо добротой. Впервые на мероприятии такого масштаба вместе с рок-монстрами вроде Алис, ДДТ и Вабанка играют группы Сплин, Король и Шут и Милитари Джейм, будущий пилот. Погода прекрасная, на стадионе 30 тысяч и веселью удалось на славу. Например, свинья из группы АУ после своего выступления устроил заплыв. От стадиона к мосту и обратно. Я торжественно вручаю дорогому свину вот эту банку пива. Ну как, ребята, нормально все? Спасибо, друг! Все было сделано очень качественно, привезли московский звук. Вообще шикарно было. После клубов, маленьких таких и невзрачных, эти музыканты оказались на большой сцене. Огромная толпа народу, было ощущение, что все отлично и здорово. Насколько я знаю, эти фестивали многим помогли, молодым ребятам, по крайней мере, о себе заявить. Но опять же, это стилистическая разноголосица, которая там присутствовала, и слишком такой серьезный уклон, такую сермяжную русско-роковую историю. В свое время Сергей Куехин замечательную фразу сказал, я не представляю себе рок в лаптеху. Хотя для очень многих людей это, конечно, принесло пользу, и люди, которые делали фестивали, они, конечно, были абсолютно искренними. Учитесь плавать, наполним небо добротой, и следующие за ними песни конца 20-го века скорее исключение, нежели правило. В 90-х большие фестивали в основном проводят различные масс-медиа. Прежде всего те, что ориентируются на продвинутую студенческую молодежь. Мы провели фестиваль «Радиофуз», тоже уникальный такой фестиваль. Он прошел в ночь с 21 на 22 июня 1995 года на площадке Манежа. Там было 4 включения по 15 минут. Это международный телемост. То есть одновременно шли концерты в Сан-Франциско, в Кёльне, в Великобритании где-то, то ли Лондон, то ли еще какой-то город, где выступали гранды мирового рок-н-ролла, это «Грейтфул Дэд» и другие коллективы. И у нас были свои включения, трансляция на 1,5 миллиарда человек всему миру. «Фуз» в скором времени учреждает ежегодную премию, которую вручают на одноименном фестивале. «Радио Максимум» проводит «Максидром» и дает толчок для старта целой роста пироссийских музыкальных фестивалей. «Максидром» первоначально был создан как серия клубных концертов. И потом оно достаточно быстро в наших разговорах вдруг выросло до того, чтобы «А что если рискнуть?» Потому что идея витала в воздухе такого фестиваля. Когда вдруг оказалось, что это был биток в Олимпийском, то это в Москве произвело эффект разорвавшейся бомбы, потому что никто не мог поверить, что люди типа группы «Вабанг», «Карика Сукачева» или «Скляра» или «Текилы Джаз» могут собрать Олимпийский. Олимпийский ассоциировался только с рождественскими встречами Аллы Пугачевой или с какими-нибудь массовыми спортивными мероприятиями. То есть Олимпийский это не для рокеров, не для гитарной музыки. В отличие от классического русского рока, альтернатива не могла стать музыкой миллионов. У неё не было внятного месседжа, объединявшего всех. Стало ясно, это музыка для узкого потребления. Большинство рок-музыкантов возвращается к русскому языку. А молодые деятели российского шоу-бизнеса начинают перенимать западные правила игры. Никто не знает правил, как проводить пресс-конференцию. Это сейчас всё понятно. 14 лет назад я помню, что основные вопросы задавали фотографы, а журналисты пытались фотографировать. Мне стоило огромных трудов у маленькой независимой фирмы BSA Records с английскими буквами выбить ящик такой небольшой картонный из 20 пластинок, компакт-дисков для журналистов, потому что слова «прома» не существовало, и владелец звукозаписывающей компании BSA Records не понимал, как это даром отдать 20 пластинок. Для чего? Музыканты не знали, как отвечать на вопросы, я не знал, как вести пресс-конференцию. Слово «фуршет» не было в природе, как прочими микрофонов. В это же время в стране открываются ночные клубы, где проходят рейвы, звучит поп-музыка, или где просто собираются новые русские. О формате клубов никто не задумывается. В одном заведении лохматые рок-фаны могут столкнуться с персонажами в малиновых пиджаках. Там вообще такой сброд бывало, заходил туда. Он был такой типа пафосный, то есть всё было в таких блёстках, сверкающих серебристых штучках, какие-то фольга какая-то спускалась там с неба. Пустой клуб, несколько этих толстых, одутловатых, наголо бритых мужчин в малиновых пиджаках трут за всю мануну, и по углам постепенно скапливаются проститутки стенджерджи. Посреди вот этой всей роскоши сидят два мальчика на стульях, один с флейтой, другой с гитарой, и поют что-то типа там, как в травах заплетаются тела, или там первый снег. То есть хрустальную чистую музыку поют в этом вертипе, в логове, в этом вообще. И это была какая-то такая нереальная вообще, такая эклектика. Люди не были приучены ходить на концерты в клубы. Как-то у советского человека все это было связано с какими-то концертными залами, либо, на крайний случай, с стадионами, верно? Тут к клубам тоже надо было привыкнуть, чтобы от них, у них какой-то имидж был положительный, да, что туда элементарно не страшно идти, потому что все начало 90-х это какие-то бандитские заведения, там, со стрельбой, пальбой, там, и так далее. Ну вот к середине 90-х все это сложилось, и началась жизнь. Первый снег в начале марта... Клубные движения становятся очень модными. Основной посетитель ночных клубов – образованный молодой, неплохо зарабатывающий менеджер. Он дорожит временем и качеством. Он выбирает доступное удовольствие продуманно. Он устал плющиться под техно, но не хочет русского рока. Нужна качественная и ненапрягающая живая музыка. На мой взгляд, самым органичным явлением в этом смысле на нашей сцене стала группа «Мумитроль». Это была честная реакция на новую ситуацию. То есть это был такой логичный переход от героизма и рок-модернизма к постмодернизму. Группа легкая, ироничная, с названием «Рокопопс», «Секси-лидер», чего у нас никогда раньше в «Роке» не было, видеоклипы, работа с масс-медиа, фокус на юных девушек. «Уходим, уходим, уходим, наступать времена, больчище» Кинчев еще потрясающую фразу изрек, когда я его привел смотреть «Мумитроль». Они начали, как обычно, с какого-то лодзеплинского такого «бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам» инструментального. И в свете прожектора вылетел Логутенко каким-то шарфом расхристанный, с такими глазами, вылетел из угла и на коленках проехал к микрофону, затормозил, нагнул его и сказал «Добрый вечер». И Кинчев так посмотрел и сказал «Ну тут все ясно, этот прирожденный». «Мумитроль» – первая качественная рыночная рок-группа «Новой России». Группа собирает стадионы, от нее в восторге завсегдата и дорогих клубов. Их не втиснуть ни в какие жанровые рамки. Илья Логутенко и Леонид Бурлаков берут на вооружение термин, услышанный во время поездки в Японии. «Рокопопс». Я говорю, слушай, какое удивительное название, что так оно существует. Ну вот он говорит, так, вот оно как-то там пишется, что вроде и рок, и поп, и вот потому что здесь вся такая вот Япония музыка, потому что она вроде такая вполне там агрессивная, но при этом, вот, говорит, присутствует и большой такой элемент и шоу, и какой-то такой развлекательности. Я говорю, слушай, если название как-то нигде не существует и лежит на версии, можно мы его тогда оприходуем обратно, приехав дома? Мне кажется, что все-таки в шоу-бизнес все стало превращаться, если мы говорим о роке, все-таки с появления такой группы, как «Муми Тролль». Вот на самом деле она в некотором смысле ключевая группа. Это, то есть, вот такой момент, когда появляется коллектив, который рок поднимает из подвалов, где он все-таки был до этого времени. В 1998 году произошло еще одно событие, ставшее переломным в истории русского рока. Михаил Козырев открыл радиостанцию «Наше радио», форматом которой стал «Русский рок». Когда мы только вышли в эфир, то первые несколько месяцев все мои знакомые, друзья и профессионалы из индустрии, столкнувшись, они, конечно, какие-то оценки давали, но все задавали один и тот же вопрос. Вы где материал-то найдете? Ну вот отыграли еще три песни кино и четыре песни ДДТ, и все. «Откуда материал-то будете брать? Нет же ничего больше». А мы отчаянно по крупицам шли вперед. Получилось именно то, что в общем и должно было произойти, когда ты правильно угадываешь какую-то потребность, то на ловца и зверь бежит. То есть накопилось к тому времени такое количество разных, интересных, готовых к тому, чтобы вылупиться из яйца проектов и групп, что им теперь вдруг понятно стало, куда нести их творчество. Роль такой радиостанции трудно было переоценить. У рок-музыкантов появился свой рупор. Но со временем шоу-бизнес поглощает и это начинание. Музыканты, чтобы понравиться Козыреву, пишут песни в стилистике нашего радио. Перепевы обречены на вторичность. Об это и разбилась очередная волна русского рока. Русских песен мало. А тут полностью радиостанция на русском языке для русских групп. Просто сказка. Все, что было, все в этот формат попало. То есть нечего на наше радио пенять. Там музыка, которую мы заслужили, которую сами создаем. А с появлением нашего радио произошел такой момент, в особенности нашего радио под руководством Козырева, что появились спродусированные проекты, то есть неестественные по определению. То есть если до этого группа что такое? Собрались ребята, хотят играть музыку, пишут песни и записывают их в студии так, как им видится, так, как им хочется. А, скажем, там пришел Миша Козырев, рассказал, как это должно быть сделано и как должно звучать, чтобы это круто продать. То есть это, по сути, уже шоу-бизнес такой, зарабатывание денег. Не творчество отдельно взятого артиста, которое просто с помощью своего таланта пробилось как-то, да? А вот сидят взрослые умные дяди и прикидывают, и рассчитывают коммерческую выгоду. Радио нивелирует талантливые группы в среднюю массу, подчиняющиеся одному великому и ужасному кумиру по имени Формат. Вот и все. Кто подпадает под вот это очарование Формата, тот предает себя и, соответственно, собственную публику. Шоу-бизнес уже вовсю диктует свои законы. Надо снимать видеоклипы, платить за звукозапись, надо нанимать каких-то менеджеров, промоутеров, продюсеров. Появились такие неведомые доселе понятия, как ротация и рейтинги. Надо было как-то приспосабливаться. Если в конце 80-х гастроли шли, пластинки выходили, но деньги еще не играли существенной роли, я думаю, просто потому, что тогда в Советском Союзе все еще было очень дешево. И не было никакого вот этого гламурно-престижного фактора. Виктор Цой, рокер номер один Советского Союза, ездил на машине «Москвич», и, в общем-то, не особо его заботило то, что это не «Мерседес» и не «Феррари». Но с начала 90-х годов деньги стали самым серьезным ориентиром на всей вот этой музыкальной полянке. И деньги стали главной мотивацией. Вторая половина 90-х в музыке проходит по законам российского шоу-бизнеса. Даже суровый кризис 98-го года сумел лишь пошатнуть, но не сломать сложившийся статус-кво. А молодой средний бизнес платит на клубных вечеринках тем, чьи песни слушал в студенческое время. Появляются новые формы концертов. Вполне в духе времени. Во второй половине 90-х концерты стали проводиться в казино и ночных клубах. Здесь можно приятно провести время, вкусно покушать, а также послушать артистов песенного жанра. А еще здесь проходят частные и корпоративные вечеринки. За умеренный или просто неприличный гонорар, компания или частное лицо могут пригласить любого артиста. Поп-узыка живет такими концертами. Да и многие рокеры время от времени не брезгуют подобными выступлениями. Мы короли корпоративного рока. Я обожаю корпоративный рок, потому что он приносит деньги. А деньги я люблю. Корпоративы для рок-музыканта – это нечто похода в зоопарк в детстве. Ты имеешь возможность рассматривать всех самых страшных кровожадных зверей, но при этом они в клетках, наверняка под таблетками, на уколах, на удаленном расстоянии. Охрана, они безопасны. И билет недорогой туда, в этот зоопарк. В последний раз, когда мы сводили как раз нашу последнюю пластинку, несколько песен в Лос-Анджелесе это было, и в соседней студии работали скорпионсы. И каждый день мы там играли в теннис. Я говорю, я помню, как мы с вами были в Москве на одной свадьбе. 20 лет назад, когда ты трепетно держал в руках пластинки группы скорпионс, рассматривал обложки. И вот прошло 20 лет, и вы, в принципе, дорогие молодожены, поздравляем вас с праздником. То есть, в принципе, вот к чему пришел мировой рок. Ну, а что ж, такие вот у нас замечательные слушатели, значит. Что, надо сказать спасибо, не дают, так сказать, року заглохнуть. Рок-н-ролл – музыка, родившаяся в 60-е и 70-е. К концу 90-х многие из поколения там-там встали вровень со звездами предыдущих лет. Рок-концерты становятся чуть ли не семейным мероприятием. Отец туда приходит с сыном, как на футбол. Что же касается молодых, то они зачастую играют на электрогитарах, чтобы нравиться девушкам и зарабатывать деньги. Русский рок стал нормальной частью культурного ландшафта, как авторская песня или джаз. На сегодняшний день я такой просто неизгибаемый скептик. Какая-то полная чушь происходит в современном рок-мире, потому что то, что уже было, уже, прошу прощения, не так актуально. А нового, ничего достойного от того, что было, еще не появилось. Раньше это было модно. Но я же вообще модник. Мне интересно то, что модно. Сейчас рок не моден. Мне он не интересен. Когда-то рок был универсальным магнитом, который притягивал всех молодых, талантливых, творческих людей. Поэтому в рок-музыку шли совершенно разные персонажи. Сегодня кто-то из них стал писателем, кто-то актером, кто-то художником. А тех, кто вырос на этой музыке, можно встретить где угодно. В бизнесе, в криминальном мире, среди компьютерных гениев. К концу 90-х рок просто одно из музыкальных направлений. Он звучит в небольших клубах и на стадионах. Он по-прежнему притягивает молодых, талантливых и дерзких. Просто у них сегодня больше выбора. Однако, по сути своей, рок все-таки музыка бунта. Против системы отцов ханшества запретов. И будущее его не в корпоративных вечеринках или дворцах спорта. Оно в заплеванных клубах на окраинах больших городов и песнях, выложенных на сайтах в интернете. Что станет новой волной отечественного рока, музыкой 21 века? Питерская альтернатива, нижегородский панк или фолк-рок из Москвы? Пока не ясно. Но эта музыка появится точно. Сейчас живет первое поколение художников в стране, которые не зажаты властью, а могут спокойно жить и творить. Соответственно, все живут и творят. И редко пересекаются. Это тоже нормально. Я никакой трагедии по сравнению с 80-ми в этом не вижу. Мне кажется, даже и там было хорошо, естественно, и свои плюсы и минусы были. И сейчас есть свои плюсы и минусы. Нельзя ставить себе задачу быть актуальным для молодежи. Нужно, наверное, просто быть самому молодым. Если ты сам молодой, и те темы, которые ты вскрываешь, да, как консервные банки, они всегда будут интересны молодым, если ты не врешь и интересно об этом размышляешь. Мне кажется, каждый занимается тем, что считает для себя важным. Это ценно. Вот это надо поддерживать. Если в этом главное зерно – это творчество, это уже достойно уважения и любви. Что, в общем, как бы уважаемая публика и дарит, и отдает. Потому что чувствует искренность или фальш. Фальш она закидывает банками, помидорами и чем-то другим, а искренность закидывает аплодисментами. Рок-музыка в наше время – обычное дело. Афиши по городу, компакт-диски в магазинах, песни в радиоэфирах. Сорокалетние родители до хрипоты могут спорить со своими шестнадцатилетними чадами о том, кто более матери истории ценен – «Машина времени» или «Король ушит». И то, и другое – этот самый русский рок. Музыка, изменившая время и страну, в которой мы живем. Мы движемся по струнам в сердец, считая ночи днем. Нас мало, но пока мы в пути, на скольниках крыты в огнем. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл.